Уловку с этим отсутствующим фермером Схепперс раскусил очень быстро, как только выяснилось, что Ян Клейн и Хьюстон учились в университете на одном курсе. Но вторая женщина, дочь Миранды, ее не существовало, а сейчас она стояла за дверью и слушала их разговор. Эта мысль привела Схепперса в замешательство. Задним числом он поймет, что попался на удочку собственных предрассудков, незримых расовых барьеров, определяющих его жизнь. Его вдруг осенило. Кто такая эта подслушивающая девушка? Раскрылась. Самые сокровенные тайны Яна Клейна. Осажденная крепость наконец-то пала. До сих пор правду удавалось скрывать лишь потому, что такого никто и помыслить себе не мог. Ян Клейн, звезда разведслужбы, беспощадный бурский воин имел дочь от черной и женщины, дочь, которую, вероятно, любил больше всего на свете. Может, он думал, что Нельсон Манделла должен умереть, чтобы вот чернокожая дочь могла по-прежнему жить и возвышаться через близость к белым? С точки зрения Схепперса такой лицемерия не заслуживало ничего, кроме ненависти. Он почувствовал, как его собственное противодействие разом рухнуло и одновременно осознал невообразимую сложность задачи, какую взяли на себя президент Доклерк и Нельсон Манделла. Как объединить людей, которые считают друг друга предателями? Миранда неотрывно смотрела на него. Она не могла угадать, о чем он думает, но заметила его волнение. Он скользнул взглядом по ее лицу, потом снова посмотрел на каминную полку, на фотографию девушки. — Ваша дочь, дочь Яна Клейна, Матильда. Схепперс вспомнил, что читал о прошлом Миранды. — Как ваша мать, как моя мать. — Вы любите вашего мужа? — Он мне не муж. — Он ее отец. — Она? — Она ненавидит его. Сейчас она стоит за дверью и слушает наш разговор. Она нездорова, у нее температура, и все же она подслушивает. — А почему бы и нет? Схепперс кивнул. Он понял. — Я хочу знать, — повторил он. — Подумайте хорошенько. Постарайтесь вспомнить любую мелочь, что способна помочь нам найти людей, которые намерены ввергнуть страну в хаос, пока не поздно. Вот и пришла минута, которую она так долго ждала, — подумала Миранда. Раньше эта сцена всегда представлялась ей иначе. Она станет рассказывать о том, как обыскивала по ночам карманы Яна Клейн, как внимательно слушала слова, произнесенные во сне. Но свидетелей при этом не будет, только они двое, она ее дочь. Теперь жена поняла, что все произойдет по-другому. Но отчего она так безраздельно поверила этому человеку, даже не зная его имени? По причине его собственную уязвимость, по причине его неуверенности перед ней, может быть, слабость, единственное, чему она смеет доверять. Радость, радость, освобождение, — думала она. Вот что я сейчас чувствую, как будто выхожу из морских волн и знаю, что чисто. Я долго считала, что он обыкновенный чиновник, — начала Миранда. Даже не догадывала о своих преступных деяниях, но потом я узнала. От кого вы это узнали? — Может быть, я скажу, от кого. Только не сейчас. Говорить нужно, только когда приходит время. Схеперс пожалел, что перебил ее. — Но он не знает, что я знаю, — продолжала Миранда. — В этом мое преимущество. Возможно, мое избавление, а, возможно, и моя смерть. Но всякий раз, когда он приезжал сюда, я вставала ночью и опустошала его карманы. Копировала все, вплоть до самых коротеньких записок. Слушала бессвязные фразы, которые он говорил во сне, и передавала, кому следует. — Кому? — Тем, кто нас защищает. — Вас защищаю я. — А я даже не знаю, как вас зовут. — Это не важно. Я говорила с черными африканцами, которые ведут тайную жизнь, так же, как и Ян Клейн. — Я не знаю. Слухи об этом доходили до схея Перса, но конкретных подтверждений не было. Он знал, что разведслужбы и гражданские, и военные постоянно гонялись за собственной тенью. И ходили упорные разговоры, что своя разведслужба есть и у черных. Возможно, организация, непосредственно связанная с АНК, а возможно, вполне самостоятельная, изучавшая действия официальных разведслужб, их стратегию и их людей. И вот женщина по имени Миранда подтвердила существование такой организации. — Ян Клейн, покойник, — подумал Схея Перс. Ведь он понятия не имел, что его карманы обыскивают те, кого он считал своими заклятыми врагами. — Я имею в виду последние месяцы, — сказал Схея Перс. — То, что было раньше, меня не интересует. — Что вы находили в последние месяцы? — Я все сообщила и сразу забыла об этом, — сказала она. — Зачем напрягать память понапрасну? Она явно говорила правду. Он попытался подойти с другой стороны. Ему необходимо поговорить с кем-нибудь из тех, кто поручил ей обыскивать карманы Яна Клейна и слушать его сонную болтовню. — Почему я должна вам доверять? — Вы не должны, — ответил он. — В жизни нет никаких гарантий. Есть только риск. Миранда задумчиво молчала. — Он убил много людей. — Она говорила очень громко, и он понял, что она хочет, чтобы дочь вся слышала. — Да, много. — Чернокожих? — Чернокожих. — Преступников? — Некоторые были преступниками, некоторые нет. — За что он их убил? — Они отказывались говорить. Были повстанцами, мятежниками. — Как моя дочь? — Я не знаком с вашей дочерью, зато я знаю ее. Миранда решительно встала. — Приходите завтра. — Может, кто-нибудь захочет встретиться с вами, а сейчас уходите. Схепперс вышел на улицу. — Направляясь к машине, припаркованной за углом, он почувствовал, что взмок от пота и поехал прочь, размышляя о собственной слабости и о силе Миранды. Неужели есть будущее, где они смогут встретиться и примириться? Матильда не вышла к матери, когда он уехал. Миранда оставила ее в покое, но вечером долго сидела на крови ее постели. Лихорадка приходила и уходила, волна за волной. — Ты огорчена? — спросила Миранда. — Нет, — ответила Матильда. — Теперь я ненавижу его еще сильнее. Впоследствии Схепперс вспоминал свою поездку в Клиптаун как нисхождение в ад, которого ему до той поры удавалось избегать. Неуклонно следуя белому пути, который вел бур от колыбели до могилы, он как бы все время видел мир одним глазом. Теперь ему пришлось ступить на другой путь, черный. И то, что он увидел, наверное, не забудется никогда. Это был настоящий шок, поотрясший его до глубины души. И такова была жизнь двадцати миллионов людей, людей, которым не позволяли жить полноценно и достойно, которые умирали раньше срока и их жизнь подавляли, лишали возможного развития. Везиоиденхаут он вернулся на другой день, десять утра. Открыла ему Миранда, но навстречу с человеком, который согласился с ним поговорить, его повела Матильда. Он чувствовал себя так, будто удостоился великой чести. Матильда была такая же красивой, как ее мать. Кожа чуть посветлее, но глаза те же. Как ни старался, схиеперс не увидел в ее лице отцовских черт. Наверное, Матильда так отмежевалась от отца, что попросту запретила себе походить на него. Схиеперса она встретила очень сдержанно, лишь слегка кивнула, когда он протянул руку. И он вновь ощутил неуверенность. Теперь уже перед дочерью, хотя и двадцати еще не исполнился. Схиеперса охватила тревогу. Во что же он влез? Может быть, Ян Клейн связан с этим домом совсем не так, как ему хотелось думать? Ну, а теперь уже поздно думать об этом. Возле дома стоял старый заржавленный автомобиль с болтающейся выхлопной трубой и полуоторванным бампером. Не говоря ни слова, Матильда открыла дверцу и посмотрела на него. Я думал, он придет сюда нерешительно, — пробормотал схиеперс. Мы съездим в другой мир, — сказала Матильда. Он сел на задние сиденья и тотчас в ноздри ударил какой-то запах. Только потом он сообразил, что в детстве так пахли курятники. Человек за рулем был в фуражке, низко надвинутые на глаза. Он обернулся и минуту-другую молча смотрел на схиеперса. Наконец машина тронулась, и Матильда с шофером заговорили между собой на языке, которого схиеперс не понимал, но узнал. — Коза! Они ехали на юго-запад. Причем, как казалось схиеперсу, шофер изрядно превышал скорость. Скоро центр Йоханнесбурга остался позади, и они очутились в лабиринте дорог, где вереницы автомобилей мчались в самых разных направлениях. — Соуэто, — подумал схиеперс, — не туда ли мы едем? — Нет, их путь лежал не в Соуэто. Они миновали Медоусленд. Едкий дым затянул пыльные окрестности. Прямо за беспорядочным скоплением ветхих домишек, где кишмяки шли собаки, дети, куры, грозили сломанные развалившиеся автомобили, шофер затормозил. Матильда вышла и пересела к схиеперсу на заднее сиденье. В руках у нее был черный колпак. — Начинай отсюда. — Вам нельзя смотреть, — сказала она. Он запротестовал, отталкивая руку. — Чего вам бояться? Решайте. Он выхватил у нее колпак. — Зачем? — Кругом тысячи глаз. — Вам смотреть нельзя, и вас никто видеть не должен. — Это не ответ с досадой, — сказал он. — Это загадка. — Не для меня. — Ну, решайтесь. Он натянул колпак. И они поехали дальше. С каждой минутой дорога становилась все хуже, но шофер не сбавлял скорости. Скеперс отчаянно старался уберечься от толчков и все же несколько раз сильно ударился головой в потолок. Он утратил ощущение времени. Колпак липнул к лицу, кожа начала зудеть. Но вот машина затормозила и остановилась. Поодаль, яростно лаяла собака. Откуда-то волнами долетала музыка из радиоприемника. Сквозь колпак схеперс почуял запах костров. Матильда помогла ему выбраться из машины и сняла колпак. Солнце ударило прямо в лицо, и он на миг ослеп. А когда глаза привыкли к свету, он увидел, что стоит посреди скопления лачуг, сооруженных из листов гофрированного железа, картонных ящиков, мешковины, полотнищ пластика и брезента. Кое-где в качестве комнат были приспособлены искореженные ветхие автомобили. Воняло помоями. Тоще облезла и собака обнюхивала ее ботинком. Схеперс смотрел на людей, чья жизнь проходила среди этой нищеты. Они словно бы не замечали его присутствие. Не выказывали ни ненависти, ни любопытства, только равнодушие. Для них он не существовал. — Добро пожаловать в Клиптаун, — сказала Матильда. — Вот от Клиптауна, может, какой-нибудь другой трущобный поселок. — Так или иначе, дорогу сюда вам не найти. А трущобы все выглядят одинаково. Одинаковая нищета повсюду, одинаковый запах, одни и те же обитатели. Она повела Схеперса в гущу домишек, и он словно вступил в лабиринт, который сразу же поглотил его, разом отняв все прошлое. Уже через несколько шагов он начисто потерял ориентацию. — Как странно, что рядом с ним идет дочь Яна Клейна, — думал он. — Но это странность наследства, которое ныне в последний раз будет разделено, а затем уничтожено. — Что вы видите? — спросила она. — То, что и вы, — ответил он. — Нет. — резко бросила она. — Вы возмущены? — Конечно. — А я — нет. — Возмущение? — это ловушка. Есть много ступеней, мы с вами стоим на разных. — Вы, наверное, на самом верху? — почти. — И вид оттуда иной. — Можно заглянуть вдаль. Там пасутся пугливые стада зебр. Антилопы бегом спасаются от опасности. Кобра прячется в заброшенном термитнике. Женщины идут за водой. Она остановилась прямо перед ним. — Я вижу в их глазах мою собственную ненависть, но ваши глаза ее не видят. — Какого ответа вы от меня ждете? — По-моему, люди живут здесь как в аду. Вопрос лишь в том, моя ли это вина. — Да, может быть, и ваше. Это смотря как поглядеть. Они шли все дальше и дальше, все глубже в этот лавиринт. В одиночку он ни за что не найдет дорогу обратно. — Она нужна мне, — думал Схепперс. — Ведь всегда зависели от черных, и это известно. Матильда остановилась у лачуги, которая была чуть побольше других, хотя и построена из того же материала, и присела на корточке возле двери, представлявшей собой залатанный облезлый лист мейсонита. — Входите. — Я подожду здесь. Схепперс вошел внутрь. Сначала он вообще ничего не видел в потемках, потом разглядел простой дощатый стул, несколько плетеных стульев, коптящую керосиновую лампу. Из тени выступил человек, с легкой улыбкой он смотрел на Схепперса. Похожий его ровесник, только покрепче, с бородой, и веет от него тем же достоинством, что свойственно Миранде и Матильде. — Георг Схепперс, — сказал фриканец и коротко рассмеялся, потом указал на стул. — Что здесь смешного? — спросил Схепперс, сурдом скрывая растущую неуверенность. — Ничего. Можете называть меня Стивом. — Вы знаете, почему я просил о встрече с вами? — Не со мной, — уточнил Стив. — Вы хотели встретиться с кем-нибудь, кто может рассказать о Яне Клейне, то, чего вы еще не знаете. — И таким человеком казался я, но вполне мог быть и другой. — Перейдем к делу, — сказал Схепперс, которого мало-помалу охватывал нетерпень. У Белой всегда нет времени. — Никогда не мог понять, почему. — Ян Клейн, — сказал Схепперс. — Опасный человек. — Всеобщий враг, не только наш. Вороны кричат в ночи. А мы толкуем их крики и думаем, вот нам понятно. Что-то назревает, что-то могущее создать хаос, а хаоса мы не хотим. Ни АНК, ни Деклерк. Но сначала вы должны рассказать мне, что вам известно. А потом мы, быть может, вместе осветим кое-какие темные изгалки. Схепперс рассказал не все, но самое важное сообщил. А это же был риск. Он не знал, с кем говорит, и все же не мог не рассказать. Стив слушал, медленно поглаживая породок. — Вот, значит, как далеко все зашло, — сказал он, когда с Хепперс умолк. — Мы этого ждали, но думали, что какой-нибудь чокнутый бур попытается сперва перерезать горло предателю до Клерку. — Профессиональный киллер, — сказал Хепперс, — без лица, без имени. Но, возможно, он уже был замечен, причем в связи с Яном Клейном. Вдруг ваши вороны сумеют кое-что разузнать. Возможно, киллер белый, а, возможно, и черный. По моим сведениям, обещаны большие деньги, миллион рандов, даже больше. — Пожалуй, его можно вычислить, — сказал Стив. — Ян Клейн всегда выбирает лучших. Если это южноафриканец, черный или белый, мы его отыщем. — Отыщем и остановим, — сказал Хепперс. Убьем, мы должны действовать сообща. — Нет, — сказал Стив. — Сегодня мы встретились первый и последний раз. Мы разойдемся в разные стороны. И в этом деле, и вообще, иного нам не дано. — Почему? — У нас разные секреты. Все по-прежнему слишком ненадежно, слишком неопределенно. Мы избегаем договоренностей и соглашений, не вызванных крайней необходимостью. Не забывайте, что мы противники. И война в нашей стране идет очень давно, хотя вы не желаете этого понять. Мы смотрим на дело по-разному. — Да. — То-то и оно. Разговор продолжался всего несколько минут, а Стив уже встал и с Хепперс понял, что пора уходить. — Миранда остается. Через него можете добраться до моего мира, — сказал Стив. — Да, верно. — Покушение необходимо предотвратить. — Согласен. Но мне кажется, должны сделать вы. Все возможности по-прежнему в ваших руках. У меня нет ничего. Есть только Толочуга и Миранда и Матильда. Представьте себе, что произойдет, если убийство состоится. Даже думать об этом не хочу. Минуту-другую Стив молча смотрел на него, потом, не прощаясь, шагнул к двери. Следом за ним, с Хепперс вышел на яркое солнце. Матильда молча повела его к машине. Снова он сидел на заднем сиденье, в колпаке, и в потьмах уже обдумывал, что скажет президенту Доклерку. Президент Доклерк постоянно видел один и тот же сон. О термитах. Вот он находится в доме, где и пол, и стены, и вся мебель поражены голодными термитами. Зачем он пришел в этот дом, он не знал. Меж половицами росла трава, стекла в окнах разбиты, и яростное жевание термитов отдавалось даже в собственном его теле, как зуд. Во сне он должен был написать важную речь, а времени было очень мало. Человек, который обычно писал, ему речь куда-то пропал, пришлось работать самому. А когда он начал писать, термиты повалили даже и из ручки. На этом месте он обычно просыпался и в темноте думал, что, наверное, этот сон вещей, наверное, все уже слишком поздно. Наверное, то, к чему он стремится, спасти Юар от распада, и одновременно по возможности сохранить влияние белых и апартеид, уже идет слишком вразрез с позицией черных, терпению которых настал предел. Собственно, только Нельсон Манделла и сумел убедить его, что иного пути нет. Да, клерк знал, оба они опасаются одного и того же. Бесконтрольное насилие, неудержимый развал и хаос, благоприятные почвы для жаждущего мести, жестокого военного переворота или для самоубийственных этнических столкновений. Было десять вечера, четверг, двадцать первое мая. Деклерк знал, что в приемной уже дождается молодой прокурор Схепперс, но был пока не готов принять его. Он устал. Голова его раскалывалась от бесконечного множества проблем, которые он пытался разрешить. Он встал из-за стола, подошел к одному из больших окон. Иногда груз ответственности буквально парализовал его. Наверное, все это не по силам одному человеку, и временами его охватывало желание убежать, сделаться невидимым, уйти прямиком в буш и просто исчезнуть, раствориться в мираже. Но он сознавал, что не сделает этого. Бог, с которым ему все труднее было разговаривать, и в которого он уж с трудом верил, все же как будто по-прежнему защищал его. Интересно, какой срок ему отмерен? Настроение у Деклерка постоянно менялось. Порой ему казалось, что времени уже сейчас в обрез, порой что лет пять еще впереди есть, а именно время ему и нужно. Его великий план, как можно дальше оттянуть переход к новому обществу и успеть привлечь на свою сторону как можно больше черных избирателей, требовал времени, но он прекрасно понимал, что Нельсон Манделла даст ему ровно столько времени, сколько необходима подготовка такого перехода, и не больше. Во всем, что я делаю, присутствует некая фальшь, — думал Деклерк, — ведь, собственно говоря, и сам я желаю неизбыточно. Чтобы моя страна никогда не изменилась, разницы между мной и безумным фанатиком, который хочет силой защитить эту неизбенность, очень мала. Да, ЮАР задержалась в развитии. Происходящему сейчас следовало произойти много лет назад, но пути истории непрямолинейны. Он вернулся к столу, позвонил в колокольчик. Секунду спустя в кабинет вошел Схепперс. Деклерк уже оценил его энергичность и тщательность, отдавая себя отчетой в некоторой наивной простодушности, свойственной молодому сотруднику прокуратуры. Хотя этот молодой бур должен понять, что под мягким песком прячутся острые скалы. Прикрыв глаза, президент слушал доклад Схепперс. Слова вторгались в сознание, громоздились одно на другое, когда Схепперс умолк Деклерк и испытующе посмотрел на него. «Полагаю, все, что я услышал, чистая правда, да, вне всякого сомнения. В самом деле, да». Деклерк задумался, потом сказал, «Сталбери, они собираются убить Нельсона Манделлу, подослать к нему киллера, выбранного и оплаченного, исполнительным комитетом этой секретной организации. Убийство произойдет в ближайшее время, на одном из многочисленных митингов, где Манделла намерен выступить с речью. Результатом будут хаос, резня, полный развал. За всем этим стоит группа влиятельных буров, которые планируют захватить власть в стране. Основные законы и общественные институты будут упразднены, установят корпоративный режим военных, полиции, гражданских лиц и будущее превратится в сплошное чрезвычайное положение. Так? «Да», — ответил Сейберс. «С вашего позволения, по-моему, покушение состоится 12 июня». «Почему?» «Нельсон Манделла в этот день выступает в Капстаде». «Моим сведениям, армейская разведка проявляет повышенный интерес к планам местной полиции, связанным с этим митингом. Есть и другие признаки, подтверждающие такое предположение». «Конечно, я понимаю, что это лишь предположение, но убежден, что оно вполне оправдано». «Три недели», — проговорил доклерк. «Три недели, чтобы остановить безумцев. Если я не ошибаюсь, — сказал Сейберс, — нельзя не учитывать, что 12 июня в Капстаде может оказаться отвлекающие маневры. Заговорщики действуют очень ловко и хитро. Покушение вполне может подойти хоть завтра. Иными словами, когда угодно и где угодно. И в сущности мы ничего уж не можем сделать». Доклерк умолк. Сейберс ждал. «Я должен поговорить с Нельсоном Манделлой», — сказал наконец доклерк. «Объясните ему, что поставлено на карту». Он посмотрел на Сейберса. «Этих людей необходимо остановить незамедлительно. Мы не знаем, кто они. Как становишь, неизвестны. Но их наемник, он тоже неизвестен». Доклерк задумчиво смотрел на него. «У вас есть план. По лицу вижу. Сейберс почувствовал, что краснеет». «Господин президент», — сказал он. «Я полагаю, ключ ко всему Ян Клейн, один из его сотрудников Радветслужбы. Нужно немедленно взять его под стражу. Конечно, есть риск, что он будет молчать и покончить жизнь самоубийством, но другой возможности я не вижу. Нужно допросить его». Доклерк кивнул. «Ну что ж, тогда так и сделаем. В конце концов, у нас немало людей, которые на допросе умеют выжить из арестованных показаний». «Из черных», — подумал Сейберс, — «три затем умирают при загадочных обстоятельствах». «Лучше всего будет, если допросом займусь я», — сказал он. «Как-никак, я информирован лучше других». «А вы сумеете с ним справиться?» «Да». Президент встал. Аудиенция закончилась. «Арестуйте я наклеено завтра же», — сказал Доклерк. «И регулярно информируйте меня о ходе расследования. Раз в день». Они прощались. Сейберс вышел, кивнул старому охраннику в приемный, потом сел в машину и поехал домой. Пистолет лежал рядом с ним на сиденье. Доклерк в задумчивости, долго стоял у окна, затем сел за стол, еще несколько часов работал. Старый охранник в приемной расхаживал взад-вперед, расплавлял складки на коврах, разглаживал сиденья кресел и думал о том, что подслушал за дверью президентского кабинета. Да, ситуация крайне серьезная. Он прошел в неприметную комнатку, которая служила ему конторой, вытащил телефонную вилку, подсоединенную к коммутатору. За съемной стенной панели была еще одна розетка, о которой никто, кроме него, не знал. Он снял трубку и напрямую вышел в город, потом набрал номер телефона. Абонент ответил почти сразу же, Ян Клейн еще не спал. После разговора с президентским охранником он понял, что спать в эту ночь не придется. Обратный отсчет до пустоты Глава двадцать девятая Поздно вечером Сикоси Цыки метким броском ножа прикончил мышь. Таня к тому времени уже ушла спать. Коноваленко ждал, когда, может быть, позвонить Яну Клейну в ЮАР и получить последние инструкции насчет отъезда Сикоси Цыки. Кроме того, он собирался закинуть удочку о своем будущем, об иммиграции в ЮАР. Из подвала не доносилось ни звук. Таня, спускавшаяся к девушке, сказала, что она спит. В этот вечер Коноваленко впервые за долгое время был вполне доволен. Контакт с Валандером состоялся. В обмен на дочь он потребовал в себе негласную охранную грамоту. Валандер должен дать ему неделю сроку и лично проследить, чтобы полицейские облавы остались безрезультатны. Поскольку Коноваленко рассчитывал незамедлительно вернуться в Стокгольм, Валандер должен был сделать так, чтобы его продолжали искать на юге Швеции. Но во всем этом, конечно, не было ни слова, правда. Коноваленко намеревался застрелить и Валандера, и его дочь. Интересно, поверил ли ему этот полицейский? Если поверил, значит, тот именно таков, каким показался Коноваленко с самого начала, наивный провинциальный сыщик. Впрочем, Коноваленко предпочитал не совершать прежние ошибки, недооценивать его. Почти весь день он посвятил Сикоси Цыки, точно так же, как с Виктором Мабашей проработал с ним различные, но вполне возможные варианты развития ситуации вокруг покушения. Я пришел к выводу, что Сикоси Цыки сообразительнее Виктора Мабаши. Вдобавок его будто бы совершенно не трогали беглые, но недвусмысленные российские выпады, от которых Коноваленко был не в силах удержаться. Пожалуй, в ближайшие дни надо спровоцировать парня погрубее, проверить пределы его самоконтроля. Кое-что все-таки роднилась Сикоси Цыки и Виктора Мабашу. Коноваленко даже начал думать, что это, наверное, вообще свойственно натуре африканцев. Их замкнутость, совершенно не позволяющая угадать, о чем они, собственно, думают, и вызывавшую у них злость и досаду. Он привык видеть людей насквозь, представлять себе их мысли, а тем самым иметь возможность предвидеть их действия. Глядя на чернокожего африканца, который так что прикончил своим странным и загнутым ножом мышь в углу комнаты, Коноваленко думал, он отлично выполнит свою задачу. Еще несколько дней теории пристрелки оружия, и можно отправлять его обратно. Он станет моим билетом на въезд в ЮАР. Сикоси Цыки встал и поднял нож с мышью. Прошел на кухню, встряхнул мышь в мусорное ведро и вымыл лезвие. Коноваленко наблюдал за ним время от времени, прихлебывая глоточек водки. — Нож с кривым лезвием, — сказал он. — Раньше таких никогда не видел. — Мои предки делают такие ножи больше тысячи лет, — сказал Сикоси Цыки. — Но кривое лезвие... — Зачем? — Никто не знает, — ответил Сикоси Цыки. — Тайна остается тайной. Когда ее раскроют, ножи потеряют свою силу. Немного погодя он ушел в свою комнату. Его загадочный ответ разозлил Коноваленко. Сикоси Цыки запер свою дверь на ключ. Коноваленко остался один. Прошелся по дому, погасил везде свет, оставил включенный только лампу возле телефона. Посмотрел на часы. Половина первого. Скоро можно звонить Яну Клейну. Прислушался. В подвале и не звука. Налил еще стакан водки, чтобы после звонка Яну Клейну. Разговор с ЮАР продолжался недолго. Ян Клейн выслушал заверение Коноваленко, что с Сикоси Цыки проблем не будет. В его душевном равновесии можно не сомневаться. Потом Ян Клейн изложил свои инструкции. Сикоси Цыки должен вернуться в ЮАР самое позднее, через неделю. Задача Коноваленко немедля позаботиться о его отъезде из Швеции и проследить, чтобы обратный билет до Йоханнесбурга был забронирован и подтвержден. Коноваленко показал, что Ян Клейн спешит, словно что-то его подгоняет. Конечно, он не мог точно устранить, так ли это, но все же отказался пока от вопросов о своем собственном выезде в ЮАР. Разговор закончился, а он даже не заикнулся о своем будущем, и оттого разозлился. В сердцах осушил стакан водки. Уж не задумал ли Ян Клейн надуть его? Он отбросил эту мысль. Ведь в ЮАР его знания и опыт действительно необходимы, в этом он не сомневался. Он выпил еще водки, потом вышел на кольцо отлить. Шел дождь. Коноваленко смотрел в морось и думал, что, как бы там ни было, у него есть все причины испытывать удовлетворение. Через несколько часов с теперешними проблемами будет покончено, его задача близка к завершению, а там можно и будущим заняться. Как-никак надо решить, брать ли Таню с собой в ЮАР или бросить, как он бросил свою жену. Он запер дверь, прошел к себе и лег. Раздеваться не стоит. Он только укрылся одеялом. Нынче ночью Таня поспит одна. Ему нужно отдохнуть. Лежа без сна в своей комнате, Таня слышала, как Коноваленко запер дверь и улегся. Она лежала совсем тихо и прислушивалась. Ей было страшно. У меня души она понимала, что невозможно вывести девушку из подвала и уйти с ней из дома так, чтобы Коноваленко ничего не услышал. Дверь в его комнату тоже без шума не запрешь. Днем, когда Коноваленко с африканцем занимались в карьере стрельбой, она проверила. К тому же, если дверь будет заперта, он легко выберется на ручьи из окна. Будь у нее снотворная, она бы могла подсыпать его в одну из бутылок с водкой. Но сейчас остается рассчитывать только на себя. И Таня знала, что попытается, несмотря ни на что. Еще днем она уложила кое-что из одежды и деньги в маленькую сумку и спрятала ее в сарае. Там же приготовила плащи и сапоги. Таня посмотрела на часы. Четверть второго. Встреча с полицейским стоит на рассвете. До тех пор им с девушкой нужно было далеко быть отсюда. Как только услышат храп Коваленко, она встанет. Сон у него чуткий. Он часто просыпается, но в первые полчаса крайне редко. Таня по-прежнему толком не понимала, зачем она это делает. Знала, что рискует собственной жизнью. Но объяснения были, как бы и не нужны. Некоторые задачи жизнь ставит сама. Коноваленко в своей комнате повернулся на другой бок и закашлялся. Двадцать пять второго. В иные ночи Коноваленко вообще не спал. Просто отдыхал, лежа на кровати. Если сегодня одна из таких ночей, она не сумеет помочь девушке. От этой мысли страх еще усилился, превысив даже страх за собственную жизнь. Без двадцати два Коноваленко наконец захрапел. Секунд тридцать Таня прислушивалась. Потом осторожно встала с постели. Она была полностью одета, а в руках все это время сжимала ключ от цепей на ногах пленницы. Она тихонько открыла дверь своей комнаты и пошла по коридору, стараясь не наступать на скрипучие половицы. Таня пробралась на кухню, зажгла карманный фонарик и стала осторожно поднимать люк. Критическая минута. Вдруг девушка закричит. Пока она молчит, но может и закричать. Таня отдавала себе в отмочет. Коноваленко захрапел снова. Она прислушалась. Потом бесшумно спустилась по лестнице. Таня присела на корчки и погладила девушку по обстриженному волосам, шептом приговоряя, что сейчас они уйдут отсюда. Только ни в коем случае нельзя шуметь. Девушка не отзывалась. Глаза ее ничего не выражали. И Таня похолодела от ужаса. А что, если она не сможет идти? Что, если страх парализовал ее? Она повернула девушку на бок, чтобы добраться до замка. А та вдруг стала вырываться, замахала руками. Таня едва успела сжать ей ладонью рот, потому что та хотела кричать. Из-за всех сил Таня сжимала ей рот. Один единственный. Сдавленный крик разбудит Коноваленко. При этой мысли у нее мороз по коже прошел. Коноваленко в два счета захлопнет люк и оставит их обеих в подьмах. Таня продолжала шептать девушке на ухо, зажимая ей рот. Взгляд Линды ожил. Так, если она поняла, Таня осторожно отняла ладонь от ее рта, отперла замок и сняла цепь. В тот же миг до нее дошел, что храп затих. Она сдаила дыхание. Нет, опять храпит. Она быстро встала, тянулась до крышки люка и опустила ее. Девушка поняла. Приподнялась на полу, но молчала. Однако глаза были живые. Внезапное сердце у Тани оборвалось. На кухне послышались шаги. Там кто-то есть. Шаги замерли. Сейчас она откроет люк, подумала она, и зажмурила глаза. Все-таки услышал. Но тотчас же она вздохнула с облегчением. Услышав звон стекла, Коноваленко встал, чтобы выпить водки. Вскоре шаги удалились. Таня посветила фонариком себе в лицо и попробовала улыбнуться. Потом взяла девушку за руку и, подождав минут десять, осторожно открыла люк. Коноваленко опять захрапел. Таня объяснила девушке, что они будут делать. Тихонько подойдут к входной двери. Замок Тани еще днем смазала и рассчитывала открыть его без шума. Если повезет, они вместе скроются из этой усадьбы. Если что-нибудь пойдет не так, если Коноваленко проснется, Таня только откроет дверь, и они бросятся в разные стороны. Понятно? Бежать, бежать со всех сил, со всех ног. На улице просил дождь. Тем легче будет исчезнуть. Она должна бежать, бежать без оглядки. А когда доберется до какого-нибудь дома или остановит на дороге машину, пусть скажет, кто она. До тех пор необходимо бежать, спасая свою жизнь. Поняла ли девушка? Таня решила, что да. Глаза девушки ожили, она могла двигаться, хотя ослабела на ногах, держалась не очень твердо. Таня опять прислушивалась. Потом кивнула девушке. Пора. Таня первой вскарабкалась по лестнице. Еще раз прислушивалась и протянула девушке руку. А девушка вдруг заспешила, и пришлось притормозить ей, чтобы ступеньки не закрепили. Но вот девушка осторожно ступила на кухонный пол. Она щурилась, хотя свет горел очень тусклым. Прямо как слепая, подумала Таня, не выпуская ее руки. Коноваленко храпел. Они направились по коридору к входной двери. Медленно, шаг за шагом, бесконечно осторожно. По району, ведущий в переднюю, закрыт драпировкой. Таня осторожно отвела ее в сторону, по-прежнему держа девушку за руку. Они подошли к двери. Таня чувствовала, что обливается потом. Дрожащими пальцами взялась за ключ. Но одновременно в ней воспрянула надежда, что все получится. Она стала поворачивать ключ. Главное, не спешить, потому что в одном месте замок заедал, и он мог заскрипеть. Вот оно. Таня почувствовала, что ключ идет туго, но продолжала поворачивать его. Очень медленно. Все критическое, точка пройдена. Обошлось без скрипа. Она кивнула девушке и открыла дверь. И в тот же миг за спиной что-то упало. Таня вздрогнула и оглянулась. Девушка нечаянно опрокинула стойку для тростей и зонтов. Можно не прислушиваться. И так ясно, что теперь будет. Она распахнула дверь, вытолкала девушку в туманной дождь и громко крикнула «Беги!». Сперва девушка словно опешила, но Таня толкнула ее, и она побежала, а через несколько секунд уже исчезла в серой пельне. Таня знала, что ей самой не уйти. И все-таки надо попробовать. Только не оборачиваться ни за что. Не оборачиваться! Она побежала в противоположную сторону, отчаянно стараясь отвлечь Коноваленко хотя бы на несколько бесценных секунд, чтобы сбить его со следа девушки. Коноваленко настиг Таню посреди двора. «Ты что делаешь?» — рявкнул он. «Совсем спятила!» Он еще не обнаружил, что люк открыт, сообразила она. Только вернувшись в дом, он поймет, что произошло. А девушка, между тем, выиграет достаточно времени. Коноваленко не найдет ее. Таню охватилась страшной усталостью. Но она знала, что поступила правильно. «Я неважно себя чувствую», — слабым голосом сказала она и пошатнулась. «Идем в дом. Погоди. Мне нужен свежий воздух». «Я сделаю для нее все, что могу», — думала она. «Каждый мой вздох дает ей преимущество, а мне ждать больше нечего». Линда бежала сквозь ночь, лил дождь. Она не представляла себе, где находится. Она просто бежала, куда глаза глядят. Иногда падала, она поднималась и снова бежала. Очутилась на каком-то поле. Перепуганные зайцы бросились в рассыпную. Она чувствовала себя такой же, как они, маленьким гонимым зверьком. Глина липла к подошвам, мешала двигаться. В конце концов, она сбросила туфли и побежала дальше в одних чулках. Пулю, словно конца краю, не было. Все тонуло в моросе. Только она и зайцы, и больше ничего. Наконец, совершенно без силы, она выбралась на какую-то дорогу. Похоже, и грейдер. Острый щебень больно врезался в подошву. Потом грейдер кончился. Перед ней лежало асфальтированное шоссе. Посредине ярко белела разделительная полоса. Линда не знала, куда идти, но все равно шла. Она еще не осознала, что произошло. Только по-прежнему чуялась, что где-то сзади незримо присутствует зло. Не как человек или зверь, а как порыв ледяного ветра. Оно постоянно таилось там, за спиной. И она продолжала идти. Потом она увидела на дороге свет фар, автомобиль. Мужчина за рулем возвращался от любовницы. Среди ночи он с ней поссорился и поехал домой. А теперь, сидя в машине, думал о том, что, будь у него деньги, он б махнул отсюда куда подальше. Все равно куда лишь подальше. Дворники заедало. Видимость была прескверная. Как вдруг впереди возникла какая-то фигура. Сперва он решил, что это животное, притормозил, но в следующий миг остановил машину. На дороге был человек. Он едва поверил своим глазам. Молодая девушка, разутая, вся в грязи, с выстриженными волосами, наверное, попала в аварию и мелькнула в голове. Но потом он увидел, как она села прямо на асфальт. Медленно вышла из машины, шагнул к ней. Что случилось? Она не ответила. Крови не видно, машины в кювете тоже нет. Он поднял девушку и повел ее к своему автомобилю. Бедняжка едва держалась на ногах. Что случилось? Повторил он. Но на сей раз ответа не услышал. Без четверти едва Стэн, Виден и Светберг вышли из Истатской квартиры и под дождем сели в машину Светберга. В трех километрах от города у них спустило заднее колесо. Светберг съехал на обочину, с ужасом думая, а вдруг и запаска тоже дырявая. Но все обошлось. Запаска оказалась в порядке. Этот прокол спутал им все расчеты. Валандер, скорее всего, придет кусать обязательно. А потому им надо добраться туда заблаговременно, чтобы ненароком не столкнуться с ним. Но из-за задержки они доехали до места и припарковались под защитой густого кустарника в километре с лишним от карьеры и усадьбы с опозданием в три часа. Надо было спешить, и они быстро зашагали сквозь морозь. Пересекли поле на северной стороне карьеры. Светберг предложил устроить наблюдательный пункт как можно ближе к дому. Но поскольку они не знали, откуда явится Валандер, придется внимательно смотреть по сторонам, чтобы он их не обнаружил. Они попробовали прикинуть, с какой стороны подойдет комиссар. Валандер, скорее всего, с западной. Местность там пересеченная, до самой границы участка, поросшая высоким густым кустарником. Поэтому сами они решили подойти к дому с востока. Светберг приметил на узкой меже старую копну соломы, в случае чего можно там схраниться. В половине четвертого они заняли свой наблюдательный пункт. Оружие его поддержали на взводе. Дом смутно виднел с запеленной мороси. Тишина кругом. Но непонятно отчего Светберга не оставляла ощущения, что все как-то не так. Он достал бинокль, протер линзы и медленно обвел взглядом стены дома. Одно окно было освещено. Наверное, кухня. Вроде бы ничего необычного. Коноваленко вряд ли спит. Сидит и ждет в безмолвии. А может, он вовсе даже и не в доме? Они напряженно ждали, каждый в своем собственном мире. Валандера заметил Стенвиден. Было уже пять утра. Как они предполагали, он вынырнул у западной стороны дома. Стенвиден, у него было острое зрение, подумал сперва, что в кустах шебаршит заяц или какой-нибудь хищный зверек, но тотчас засомневался и, осторожно, тронув Светберга за плечо, показал в том направлении. Светберг опять вооружился биноклем и различил в кустах лица Валандера. Ни один из них не знал, что произойдет. Действует ли Валандер так, как говорился с Коноваленко, или все-таки решил заставить противника врасплох, и где сам Коноваленко, где дочь Валандера? Они ждали. В доме ни звука, ни движения. Стенвиден и Светберг по очереди наблюдали в бинокль за Валандером. Тот не шевелился. У Светберга опять возникло ощущение, что все как-то не так. Он посмотрел на часы. Валандер сидел в кустах уже почти час, а в доме по-прежнему тишина. Неожиданно Стенвиден сунул Светберг в бинокль. Валандер встал, быстро перебежал к дому и остановился, приезжавшись к стене. В руке у него был пистолет. Значит, он решил бросить Коноваленко вызов, подумал Светберг, и сердце у него сжалось. Но ничего не поделаешь, придется ждать. Стенвиден поднял винтовку и взял на прицел входную дверь. Валандер, пригнувшись, устремился к крыльцу. На мгновение замер. Валандер прислушивается, — подумал Светберг. Затем Валандер осторожно тронул дверную ручку. Внезапно. Он резко распахнул дверь и бросился внутрь. В тот же миг Стенвиден и Светберг вскочили. Они ни о чем не сговаривались. Они знали только, что должны следовать за Валандером. Выскочив из закопны, они добежали до угла дома и притаились. Внутри по-прежнему тишина, и тут Светберг внезапно сообразил, что именно было не так. Дом был пуст. Там никого нет. — Они сбежали, — сказал он Стенвидену. — Там никого нет? Стенвиден недоуменно воззрился на него. — Откуда вы знаете? — Просто знаю, и все, — ответил Светберг, вышел из угла и откликнул Валандера по имени. Тот вышел на крыльцу. Их появление чуть не удивило его. — Линда здесь нет, — сказал он. Они увидели, как он устал. Твой глядер рухнет без сил. Все трое вошли в дом, пытались разобраться в следах. Стенвиден, как человек далекий от полиции, держался в стороне, пока Валандер и Светберг осматривали дом. По поводу их появления Валандер не сказал ни слова. Светберг догадывался в глубине души. Комиссар знал, что они его не оставят. Может быть, даже был им благодарен. Таню нашел Светберг. Открыв дверь одной из спальн, он с минуты глядел на неубранную постель, что побудило его нагнуться и посмотреть под кровать. Он сам не знал, так же нагнулся и посмотрел. Там она и лежала. На миг у него мелькнула жуткая мысль, что это дочь Валандера. Но в следующую секунду он понял, что это не она. Прежде чем позвать остальных, он быстро заглянул под другие кровати, открыл холодильник и все шкафы, и, только убедившись, что дочери Валандера здесь нет, показал комиссару свою находку. Вдвоем они отодвинули кровать. Стенвиден стоял по возле. Увидев голову, женщина отвернулся и выбежал во двор. Его вырвало. У женщины не было лица. Сплошное кровавое месиво, в котором не осталось человеческих черт. Светберг принес полотенце и накрыл им лицо, потом осмотрел труп. Пять огнестрельных ран, нанесенных хладнокровно, расчетливо, это твоему стало совсем дурно. Коноваленко прострелил Тане ступни, потом ладони и, наконец, сердце. Оставив ее, они молча продолжили осмотр. Никто не говорил ни слова. Открыли подвал, спустились вниз. Светберг ухитрился спрятать цепь, которой, как он предположил, была скована Линдом. Но Валандер все равно понял, что именно здесь, в темноте, ее держали. Светберг видел, как он стиснул зубы. Сколько он еще сумеет выдержать. Они вернулись на кухню. В большой кастрюле была вода, окрашенная кровью. Светберг сунул в воду палец, еще теплый, и начал догадываться, что произошло. Он еще раз медленно обошел дом, пытаясь ослаковать множество следов, заставить их рассказать о случившемся. И, в конце концов, предложил своим товарищам сесть. Валандер был совершенно бессил. Светберг размышлял долго и напряженно. Рискнуть. Ответственность велика, но он все же решился. — Я не знаю, где твоя дочь, но она жива. Я уверен. Валандер молча смотрел на него. — По-моему, здесь случилось вот что. Продолжал Светберг. — Конечно, я уверен, не на все сто процентов, но попробую разобраться в следах и сложить из них историю. Мне кажется, убитая женщина попыталась помочь твоей дочери бежать. Удалось это или нет, я не знаю. Может быть, Линда сумела скрыться, а может быть, Коноваленко схватил ее. Следы можно ислаковать и так, и этак. Таню он убил с садистской жестокостью, возможно, именно потому, что твоя дочь убежала. А может быть, он разделался с ней за попыток помочь Линде. Таня предала его. Его беспредельная злоба вырвалась снаружи. Он ошпарил ей лицо кипятком, потом прострелил ноги за побег, потом руки и, в конце концов, сердце. Подумать страшно, что она пережила в последние минуты. После этого он удрал. Это опять-таки свидетельствует о том, что твоя дочь жива. Если ей удалось сбежать, Коноваленко уже не мог считать себя здесь в безопасности, хотя, возможно, он попросту испугался, что тот слышал выстрелы. Вот так, по-моему, обстояло дело. Но стопроцентной уверенности у меня, понятно, нет. Было семь утра. Все трое молчали. Светберг подошел к телефону, позвонил Мартинсону и ждал с трубкой в руке, когда тот выйдет из души. — Окажи мне услугу, — сказал Светберг. — Поезжай на вокзал в Туммелилу. Встретимся там через час, только никому не говори. — У тебя что, тоже странности появились? — спросил Мартинсон. — Наоборот. Но дело крайне важное. Он положил трубку, посмотрел на Валендера. Сейчас ты можешь сделать только одно — лечь спать. Езжай со Стэном домой, или мы отвезем тебя к отцу. — Да как же я могу спать, словно в прострации, — сказал Валендер. — А просто ляг и спи, — сказал Светберг. — Сейчас мы поступим так, как я говорю. Если хочешь помочь дочери, ты должен выспаться. В таком виде ты будешь только помехой. Валендер кивнул. — Пожалуй, лучше всего поехать к отцу. Где ты оставил машину? — спросил Стэн Виден. — Я сам пригоню, — сказал Валендер. Мне нужно глотнуть свежего воздуха. Он пошел за машиной. Светберг и Стэн Виден смотрели друг на друга, слишком усталые и возбужденные, чтобы говорить. — Хорошо, что я не полицейский, — сказал Стэн Виден, когда дуэт въехал во двор и кивнул в сторону комнаты, где лежала Таня. — Спасибо за помощь, — сказал Светберг. Они сели в машину, и он, провожая их взглядом, думал о том, когда же наконец закончится этот кошмар. Стэн Виден остановил машину. Валендер вышел. За всю дорогу они не обменялись ни словом. — Я позвоню, — сказал Стэн Виден. Валендер медленно направился к дому. — Бедняга, — думал Стэн Виден, — сколько он еще сумеет выдержать? Отец сидел за кухонным столом. Он был небрит, и, судя по запаху, помыться ему тоже не помешало бы. Валендер сел напротив старика. Его долго молчали. — Она спит, — наконец сказал отец. Валендер толком не понял, что он сказал. — Она спокойно спит, — повторил отец. Мало-помалу его слова дошли до затуманенного рассудка Валендера. Кто спит? О ком ты устала? — спросил он. — О моей внучке, — ответил отец. Валендер изумленно посмотрел на него. Он долго смотрел, потом встал, пошел к спальне, медленно открыл дверь. Линда лежала в постели и крепко спала. С одного боку волосы были вывестрижены, но это она. Валендер неподвижно стоял на пороге, потом подошел к постели, присел на корточке и смотрел, смотрел. Не важно, как все это было, не важно, что случилось и как она попала домой. Главное — смотреть на нее, только смотреть. Где-то далеко-далеко в мозгу жило сознание, что Коноваленко по-прежнему существует, но сейчас это не тревожило Валендера. Он видел только одну линду. Потом он легся прямо на полу, возле кровати, свернул с калачиком и заснул. Отец укрыл его одеялом и застворил дверь. А сам пошел в студию и взялся за кисть. Но теперь вернулся к своему обычному сюжету. Писал пейзаж с глухарем. Мартинсон приехал на Туми-Лильский вокзал в самом начале девятого. Вышел из машины, поздоровался со Светбергом. — Ну, что у тебя за важное дело? — спросил он, не скрывая раздражения. — Увидишь, — ответил Светберг. — Но, предупреждаю, зрелище не из приятных. Мартинсон охмурился. — Что стряслось-то? — Коноваленко. Он опять нанес удар. — Новое убийство. — Женщина. — Господи! — Следуя за мной, — сказал Светберг. — Кстати, нам нужно о многом поговорить. — Валандер имеет к этому отношение? — спросил Мартинсон. Светберг не слышал, он же направлялся к своей машине. Лишь позднее Мартинсон узнал, что случилось. Глава тридцатая Вечером в среду Линда подстригла волосы совсем коротко, рассчитывая тем самым стереть страшные воспоминания. Потом она стала рассказывать. Валандер тщетно предлагала пойти к врачу, она отказалась. — Волосы сами отрастут, — сказала она. — Никакой врач не заставит их расти быстрее, чем они могут. Валандер боялся ее рассказы. Боялся, что дочь обвинит в случившемся именно его, и оправдаться им будет очень трудно. Он ведь вправду виноват, потому что сам втянул ее в эту историю. О случайном стечении обстоятельств здесь даже речи нет. Но Линда решительно объявила, что никакой врач ей сейчас не нужен, и он не стал ее уговаривать. Днем в среду она неожиданно расплакалась, ни с того ни с сего перед обедом. Посмотрела на него и спросила, что произошло с Таней. Он честно сказал, что она умерла, только не упомянул, что Коноваленко зверски пытал ее. Валандер надеялся, что газеты не станут даваться в подробности. Что Коноваленко пока на свободе, он тоже скрывать не стал. Но сейчас для него главное — скрыться. Его ищут, он же не может действовать так, как ему хочется. Впрочем, Валандер подозревал, что это не вполне верно. Скорее всего, Коноваленко опасен не меньше прежнего, и он знал, что будет снова искать его. Но не сегодня, не в эту среду, когда дочь вернулась к нему из тьмы, безмолвия и страха. Вечером в среду он созвонил со Светбергом и сказал ему, что нужна еще одна ночь, чтобы выспаться и подумать. В четверг он даст о себе знать. Светберг сообщил о ходе расследования. Коноваленко бесследно исчез. — Но он не один, — сказал Светберг. — В доме был кто-то еще. — Рыков мертв, Таня тоже. Виктор Маваш умер еще раньше. — По идее, Коноваленко должен быть один. Но в доме находился еще один человек. Вопрос в том, кто именно. — Не знаю, — сказал Валандер. — Новый неизвестный пособник. — Сразу после звонка Светберга позвонил Стэн Виден. Валандер решил, что они со Светбергом поддерживают между собой контакт. Стэн Виден спросил, как чувствует себя Линда. Валандер ответил, что с ней все будет хорошо. — Я все думаю о той женщине, — сказал Стэн Виден. — Пытаюсь понять, как можно сделать такое с человеком. — Бывают такие зверюги, — звался Валандер, — и, к сожалению, их много больше, чем нам бы хотелось. Когда Линда уснула, Валандер пошел к отцу в студию. Он, конечно, подозревал, что это явление временное, но чувствовал, что в последние дни им стало легче говорить друг с другом. — Вообще интересно, много ли понял его восьмидесятилетний отец из всех этих событий. — Ты по-прежнему намерен жениться? — спросил Валандер, устроившись на табуретке. — Серьезными вещами шутить нельзя, — ответил отец. — Мы поженимся в июне. — Линда получила приглашение, а я — нет. — Получишь в свое время. — Где будет свадьба? — Здесь. — Что, здесь? — Студии? — Ну, почему бы и нет? Я нарисую большой задник. — А что, по-твоему, скажет Гертруд? — Да. — Это ее идея. Отец с улыбкой обернулся к нему. Валандер так и прыснул. Давненько он так не смеялся. — Гертруд — необыкновенная женщина, — сказал отец. — Это несомненно, — кивнул Валандер. Утром в четверг Валандер проснулся бодрый и выспавшийся. Радость отец. Валандер — необыкновенная женщина. Чтобы эти слова прозвучали убедительно. Он говорил не громко и медленно. Но мне уже лучше. Надо только еще денек-другой передохнуть. — Конечно. Я скажу, что ты приболел, — решительно объявил Бьерк. — Не знаю, понял ли ты, что мы тебя разыскивали. Очень, очень все это неприятно, хотя иначе было нельзя. Но теперь-то можно дать отбой. Дадим сообщение в прессе. Пропавший комиссар уголовной полиции отыскался после непродолжительной болезни. — Кстати, где ты находишься? — В Копенгагене, — соврал Валандер. — Господи, что ты там делаешь? Живу в маленькой гостинице. Отдыхаю. — И, конечно, не скажешь, как эта гостиница называется и где она расположена? — Не скажу. — Ты нужен нам. — И как можно скорее. — Но здоровым. — Здесь происходят жуткие вещи. — Мартинсон и Светберг, да и вообще все мы без себя как без рук. Хотим запросить помощи из Стокгольма. В пятницу я вернусь, а больничный мне не нужен. — Ты не представляешь себе, какая гора у меня свалилась с плеч. Мы ужасно тревожились. Что, собственно, случилось тогда в тумане? — Я представлю отчет. В пятницу вернулся. — Валандер положил трубку, размышляя о том, что сказал ему Светберг. Кто этот неизвестный? Кто этот человек, тенью следующий за Коноваленко? Валандер лег на кровать и стал смотреть в потолок. Не спеша обдумал все, что случилось с того дня, когда Роберт Оккерблум вошел в его кабинет. Вспомнил все прежние резюме, какие пытался составить, и еще раз перебрал все пересекающиеся следы. И вновь у него закралось ощущение, что нити да знания все время ускользают из рук. — У нас по-прежнему нет основы, — думал он. А ведь именно там сходятся концы всех событий. Но об истинной причине я до сих пор не имею понятия. Под вечером он позвонил Светбергу и на его вопрос тот ответил. — Мы не нашли ничего, чтобы указывало, куда они направились. — Сплошной туман. С другой стороны, я вполне доверяю моей теории насчет ночных событий. Другого логического объяснения нет. — Мне нужна твоя помощь, — сказал Валандер. — Хочу сегодня вечером съездить в ту усадьбу. — Ты что, опять решил искать Коноваленко в одиночку? — Испуганно спросил Светберг. — Нет-нет, но моя дочь пока сидела в плену, потеряла там украшение. Вы не нашли его? — Насколько я знаю, нет. — Кто там дежурит сегодня вечером? — Никто, только патрульная машина заглядывает туда время от времени. — Можешь задержать патруль на час-другой между девятью и одиннадцатью? Я ведь официально в Копенгагене. — Я, кто-нибудь, говорил тебе? — Говорил. — Как мне войти в дом? — Мы нашли запасной ключ в водосточном жёлобе на правом углу дома, если смотреть с фасада. Там он лежит. Позднее Валандер спрашивал себя, в правду ли Светберг ему поверил. Поиски украшения — слишком уж прозрачный предлог. Будь украшение там, полицейские наверняка нашли бы его. Вообще-то Валандер сам не знал, что рассчитывает это сказать. За последний год Светберг стал прямо-таки мастером по осмотру мест преступлений. В один прекрасный день он наверняка сумеет достичь уровня Рютберга. Если на месте преступлений было что-то важное, а от Светберга оно не укрылось, единственное, что мог сделать Валандер, — это вычитать новые взаимосвязи. И всё же нужно начать именно там. Конечно, Коноваленко и его спутник, скорее всего, вернулись в Стокгольм, но полной уверенности нет ни в чём. В Туме Лилу он выехал в половине девятого. Было тепло, и он ехал с открытым окном, вспомнив по дороге, что так и не поговорил с Бьорком о своём отпуске. Машину комиссар поставил во дворе, отыскал ключ, потом вошёл в дом и первым делом зажёг повсюду свет. Валандер осмотрелся и вдруг почувствовал неуверенность, с чего начать. Прошёлся по дому, пытаясь определить, что, собственно, ищет. След, который ведёт Коноваленко? Пункт назначения? Намёк на то, кто такой неизвестный спутник Коноваленко, и, наконец, что-нибудь проливающее свет на подоплёку всей этой истории? — Валандер сел в кресло и стал вспоминать, как осматривал дом в первый раз. Одновременно взгляд его скользил по комнате. Ничего, чтобы было не так или вообще бросалось в глаза, он не заметил. — Здесь я ничего не найду. Думал он, даже в спешке Коноваленко не оставляет следов. Пепельница в Стокгольм была исключением. Такое случается лишь один раз. Он встал и ещё раз прошёлся по дому, даже медленнее и внимательнее. Временами останавливался, поднимал скатерть, листал журналы, ощупал сиденье стульев. По-прежнему ничего. Он проверил спальни, оставив напоследок ту комнату, где нашли Таню. Ничего. В мешке с мусором, который Светберг, разумеется, уже тщательно осмотрел, валялась дохлая мышь. Валандер пошевелил её вилкой и обнаружил, что погибла она не в мышеловке. Кто-то проткнул её. Ножом, — подумал Валандер. Коноваленко из тех, кто полностью сосредоточен на огнестрельном оружии. Ножей он не бросает. Возможно, мышь убил его спутник. Вот у Виктора Мабаши тоже был нож, но Виктор мёртв, лежит в морге. Валандер вышел из кухни и взглянул в ванную. Коноваленко следов не оставил. Вернувшись в гостиную, он опять устроился в кресле, на сей раз в другом, чтобы видеть комнату под иным углом. Всегда что-нибудь да есть, думал он. Должен только найти. Он снова встал и ещё раз прошёлся по дому. Ничего. Когда он опять сел в кресло, на часах было четверть одиннадцатого. Скоро придётся уходить. Время истекает. Люди, некогда жившие в этом доме, очень любили порядок. Всё было расставлено согласно продуманному плану. Мебель, утварь, бытовая техника. Валандер стал теперь искать что-нибудь, выпадающее из плана. Немного погодя его взгляд, задержался на книжном шкафу устины. Книги стояли ровными шеренгами. Везде, кроме нижней полки. Там один из корешков вылезал из ряда. Валандер встал и вытащил эту книгу. «Атлас шведских автомобильных дорог». Клапан суперобложки, заложен между страницами. На этом месте «Атлас» и открылся. «Карта восточной Швеции». Кусочек Смоланда. Ленка Альмар и Эланд. Валандер присмотрелся к карте. Потом пересел к столу и направил лампу на страницу. В нескольких местах обнаружились легкие карандашные следы. Вот кто-то ввел карандашом по карте, как указкой, и время от времени прикасался им к бумаге. Одна из пометок находилась в Кальмаре возле моста Элансбру. В самом низу карты, примерно на высоте Блеккинге, он таскал еще одну пометку. На мгле не задумался. Выстопили, стал «Атлас», нашел карту с коны. Там никаких пометок не было. Валандер вернулся к прежней странице. Слабый карандашный след вел вдоль прибрежной дороги вверх к Кальмару. Валандер отложил «Атлас», потом прошел на кухню и позвонил Светбергу. «Я тут, в усадьбе, если скажу «Эланд», что ты ответишь?» Светберг подумал, но в конце концов сказал «Ничего». «Вам при обыске записная записка не попадалась или телефонной?» «У Тани в сумке был карманный ежегодник, но там ничего такого не нашлось. Никаких разрозных листков». «Если заглянешь в печку, то увидишь, что кто-то жег бумаги», — сказал Светберг. «Мы просмотрели пепел». «Ничего. А ты почему вспомнил про Эланд?» «Я нашел карту», — ответил Валандер, — «но вряд ли это что-нибудь значит». «Канавальдер наверняка вернулся в Стокгольм. По-моему, он сыт с коны по горло. Ты определенно прав. И извини, что помешал. Скоро я отсюда уеду». С ключом проблем не было, лежал на месте. Валандер поставил «Атлас» на полку. Вероятно, Светберг прав. Конавальдер вернулся в Стокгольм. Он прошелся на кухню, напился воды. Взгляд упал на телефонный справочник, лежавший под телефоном. Он взял его и открыл. На внутренней стороне обложки записан адрес. «Хемансвеген-14». Записан карандашом. Секунду Валандер размышлял, потом набрал номер телефонной станции и просил оператора дать ему номер абонент фамилии Валандер, проживающего в Кальморе на Хемансвеген-14. «По данному адресу нет абонента с такой фамилией», — сказала телефонистка. «Видимо, телефон зарегистрирован на имя его начальника», — сказал Валандер. «Но я забыл его фамилию. Может быть, Эдельман?» — спросил телефонистка. «О, совершенно верно». Он получил номер, поблагодарил и положил трубку. Некоторое время стоял возле телефона. Возможно ли, неужели у Коновальнка есть еще одно укрытие на серасно-острове Эланд? Валандер погасил свет, запер дверь, положил ключ на старое место, водосточный желоб. На улице сдавал легкий ветерок. Вечер был по-летнему теплый. Решение сложилось само собой. Он выехал из усадьбы и направился в сторону Элланда. Из Брюансарпа позвонил домой, — ответил отец. «Она спит. Мы играли в карты. Сегодня меня не ждите. Но не тревожьтесь. Просто у меня накопилось множество будничной работы. Линда знает, я люблю работать по ночам. Завтра утром позвоню. Приезжай, когда сможешь», — сказал отец. Валандер повесил трубку и подумал, что, несмотря ни на что, отношения с отцом все-таки налаживаются, то он совсем другой. Хорошо бы так и осталось. Может быть, хоть какая-то польза будет от всей этой передряги. Волица Хемансвегин была за мостом. Прежде чем выехать на мост, он достал из бардачка пистолет и проверил обоим. Неожиданно ему вспомнилась давняя поездка на Эйланд вместе с сестрой Кристиной и родителями и экскурсия к тамошним голым известнякам. Тогда моста еще не было. Он смутно помнил маленький паром, который перевез их через пролив. Они целую неделю прожили тем летом в палатке в кемпинге. Эта неделя сохранилась в память просто как светлое чувство, а не как цепочка событий. На миг его охватило смутное ощущение утраты, потом мысли возвратились к Коноваленко. Воландер попробовал внушить себе, что, скорее всего, шибся. Карандашные пометки в атласе вовсе не обязательно сделаны рукой у Коноваленко, как и адрес, написанный в телефонном справочнике. Немного, погодя, он отправится домой, в Сконы. У берегового Устуя на островной стороне Воландер остановил машину. Там был большой план Элланда, и некоторое время он внимательно его изучал. Э, Мансвеген, боковая улица прямо у въезда в зоопарк. Он сел за руль и свернул направо. Автомобилей на дороге по-прежнему мало. Через несколько минут он нашел нужный поворот и зарулил на маленькую автостоянку, потому что здесь была пешеходная зона. Э, Мансвеген, оказалась застроена виллами, новыми и старыми, утопающими в садах. Он зашагал по улице. На заборе первого дома стоял номер третий. Собака с подозрением наблюдала за ним сквозь планки забора. Он пошел дальше. На ходу прикидывает, который из домов будет номером четырнадцатым. Это была одна из вилл давней постройки. С эркером и множеством резных украшений Воландер сжигал обратно. Он решил пробраться к вилле страны сада. Рисковать нельзя. Как-никак Коноваленко и его неведомый спутник могут быть здесь. За домами располагалась спортивная площадка. Перелезая через забор, Воландер зацепился и порвал брюки на бедре. Под прикрытием деревянной трибуны пробрался к вилле. Она была желтая, двухэтажная, с одного угла украшенная башенкой. У самого забора стоял ветхий сосисочный киоск. Пригнувшись, Воландер перебежал от трибуны к меи санитовой хибарки. Достал из кармана пистолет. Минут пять неподвижно стоял, глядя на виллу. Тишина кругом. В углу сада виднелся сарайчик для инструментов. Вот там и надо спрятаться. Еще секунду. Он смотрел на виллу, потом осторожно стал на колени и подполз к забору. В том месте, где был сарай. Забор шатался. Перелезть оказалось непросто. Воландер едва не упал, но удержал равновесие и спрыгнул в узкую щель за сараем. С трудом перевел дух. Злоба, думал он. Злоба. Коноваленка. Он все время дышит злобой мне в затылок. Он осторожно высунул голову и посмотрел на виллу. По-прежнему тишина. Сад одичал. Никто за ним не ухаживал. Рядом с Воландером стояла тележка, полная прошлогодней листвы. Может, вилла заброшена? Через минуту-другую он был почти полностью в этом уверен. Рискнул выбраться из сарая, перебежал к дому и пошел вдоль стены, направо, чтобы уйти к другой стороне веранды, где, по-видиму, находится входная дверь. Он вздрогнул. Под ноги выкатился ежик, зашипелые щетиной иголки. Воландер еще раньше сунул пистолет в карман, но теперь почему-то вытащил его, сам не зная зачем. С пролива донесся звук туманного горна. Воландер обогнул угол дома и очутился у заднего торца виллы. — Что я здесь делаю? — думал он. — Если тут вообще кто-то есть, так это наверняка чета стариков, которые как раз сейчас ток-ток просыпаются от крепкого ночного сна. Что они скажут, обнаружив у себя в саду сумасбродного комиссара полиции? Он направился дальше, вдоль стены, и выгнул из угла. Возле флагштока на посыпанной гравием дорожке стоял Коноваленко и мочился. Он был босиком в штанах и расстегнутой рубашке. Воландер не шевелился. Все что-то насторожило Коноваленко, возможно, неусыпное четеок опасности. Он обернулся. Пистолет был у Воландера в руке. Долю секунду обооценивали ситуацию. Воландер сообразил, что Коноваленко совершил ошибку, оставил оружие в доме. Коноваленко сообразил, что Воландер либо убьет его, либо ранит, причем он успеет добежать до двери. Выход был только один. Мощным рывком Коноваленко бросился в сторону, на миг очтившись вне зоны огня, и поомчал свой издух. Время от времени, виляя в бок, перескочил через забор. Он же был на Хемансвеген, когда Воландер, наконец, смекнул, что к чему, и побежал следом. Все произошло очень быстро. Поэтому-то Воландер и не заметил Сикоси Цики, который стою у окна наблюдал за происходящим. Сикоси Цики понял, что случилось непредвиденное, хотя не знал, что именно. Однако решил, что вступают в силу и инструкции, которые Коноваленко дал ему накануне. — Если что-нибудь произойдет, — сказал Коноваленко, — вручая ему конверт, следуя этим инструкциям, тогда ты вернешься в ЮАР. Можешь связаться с человеком, которого ты уже видел, он даст тебе денег и проинструктирует напоследок. Сикоси Цики оставался у окна лишь секунду-другую, потом сел к столу и распечатал конверт. Час спустя он покинул виллу и исчез. Коноваленко выиграл метров пятьдесят. Воландер невольно удивился, как он может бежать с такой немыслимой быстротой. Направлялись они в ту сторону, где Воландер оставил свою машину. Значит, машина Коноваленко на той же стоянке, Воландер чертыхнулся и помчался еще быстрее. Но расстояние не сокращалось. Он оказался прав. Коноваленко подбежал к Мерседесу, распахнул незапертую дверцу и включил зажигание. Все это заняло считанные секунды. И Воландер понял, что ключи были в стартере. Коноваленко подготовился, хотя и совершил ошибку, выйдя на улицу без оружия. В тот же миг Воландер заметил вспышку и инстинктивно метнулся в сторону. Пуля просвистела мимо и ударила в асфальт. Воландер скорчился за велосипедной стойкой. Надеюсь, что противник не видит его. В следующий миг он слышал рев мотора. Мерседес рванул с места. Он кинулся к своей машине, неловко пытаясь сунуть ключ в зажигание и, думая, что наверняка снова упустил Коноваленко. Но не сомневался, что прежде всего тот постарается покинуть остров. Оставшись здесь, он рано или поздно окажется в кольце. Воландер со всех сил нажал на газ. На развороте у опоры моста он засек Коноваленко. Нарушая все правила, обогнал тяжелый медлительный грузовик и кое-как справился с управлением, едва не врезавшись в посадки на разделительной полосе. Потом погнал по мосту. Мерседес был прямо впереди него. Надо что-то придумать. В гонках ему, пожалуй, Коноваленко не обставить. Все закончилось. На самой высокой точке моста Коноваленко мчался на огромной скорости, но Воландер висел у него на хвосте. Уверившись, что не заденет ни одной из машин на полосе встречного движения, он выстрелил из пистолета прямо через лобовое стекло, целясь в Мерседес Коноваленко. Первый выстрел прошел мимо, зато второй, на счастье, попал в заднее колесо. Мерседес сразу пошел июзом, и Коноваленко не сумел выровнять его. Воландер отчаянно жал на тормоза, меж тем, как машина Коноваленко на полной скорости ударила прямо в бетонное ограждение моста. Жуткий грохот. Что произошло с самим Коноваленко, комиссар не видел. Но не раздумывая, на малой скорости въехал прямо в разбитую машину. Удар по грудной клетке, ремни безопасности натянулись. Воландер рвал рычаги, давая задний ход. Покрышки взвизгли, он отъехал назад для нового разгона и повторил свой маневр. Мерседес швырнул еще на несколько метров вперед. Воландер вновь подал машину назад, распахнул дверцу и укрылся за ней. Позади уже выстраивалась пробка. Когда Воландер взмахнул пистолетом и крикнул автомобилистам, чтобы они держались подальше, многие бросили свои машины и побежали прочь. На противоположной стороне моста тоже возник затор. Коноваленко не появлялся, и все же Воландер несколько раз выстрелил в искореженный Мерседес. После второго выстрела взорвался бензобак. Позднее Воландер так и не мог установить, отчего произошел взрыв. От его пули лишь бензин вспыхнул по какой-то другой причине. Пламя мгновенно охватило Мерседес, повалил густой дым. Воландер осторожно приблизился. Коноваленко горел. Его зажало в машине. Он лежал на спине, наполовину вывалившись через лобовое стекло на капот. Никогда Воландер не забудет этот неподвижный взгляд. Коноваленко словно не верил, что все это происходит с ним. Потом его волосы вспыхнули, и через секунду-другую Воландер понял, что он мертв. Вдалеке завыли и сирены. Воландер медленно вернулся к собственной помятой машине, прислонился к дверцам. Потом посмотрел на Кальмарский пролив. Вода сверкала, пахла морем, голова у него была совершенно пустая, без единой мысли. Что-то кончилось, и это ощущение одурманило его. Затем он услышал усиленный мегафоном голос, который приказывал кому-то бросить оружие. Он не сразу сообразил, что приказ адресован ему. Оглянулся и увидел на Кальмарском берегу пожарные и полицейские машины. Мерседес Коноваленко все еще горел. Воландер посмотрел на свой пистолет и бросил его в воду. Полицейские с оружием на изготовку направились к нему. Воландер взмахнул полицейским удостоверением и крикнул. — Комиссар Воландер! — Я полицейский! Скоро его окружили недоверчивые смолонские коллеги. — Я полицейский, мое имя Воландер! — повторил он. — Возможно, вы читали обо мне в газетах. На прошлой неделе я был объявлен в розыск. — Верно! Я вас узнаю, — сказал один из полицейских на смолонском диалекте. — В горящей машине находится некто Коноваленко, — сказал комиссар. — Этот человек застрелил нашего коллегу в Стокгольме и еще многих людей. Воландер огляделся. Внезапно нахлынуло целое буря чувств, то ли радость, то ли облегчение. — Едемте, — сказал он. — Мне позарез нужно выпить кофе, а здесь же больше ничего не случится. Глава тридцать первая Ян Клейн был арестован в своем служебном кабинете около полудня, в пятницу, 22 мая. Утром, в самом начале девятого, генеральный прокурор Вервей выслушал доклад Схепперса о решении президента доклерка, принятом накануне поздно вечером. После этого он без комментариев подписал ордер на арест и обыск в доме. Схепперс потребовал, чтобы арест осуществил комиссар Бортслап, который в ходе расследования убийства Ван Хейрдена произвел на него благоприятное впечатление. Доставив Яна Клейна в помещение для допросов, Бортслап перешел в соседнюю комнату, где ждал Схепперс, и доложил, что задержание прошло без эксцессов. Хотя кое-что он заметил, и это кое-что показалось ему важным и даже тревожным. Сам он располагал весьма скудные информации о том, почему сотрудник разведслужбы взят под стражу. Схепперс ссылался на секретность, необходимую во всех мероприятиях, связанных с национальной безопасностью. Но Бортслапа конфиденциально предупредили, что президент доклер в курсе событий, поэтому Бортслап инстинктивно чувствовал, что должен сообщить о своем наблюдении. Дело в том, что Ян Клейн нисколько не удивился аресту. Бортслап угадывал в его возмущенной реакции плохое актерство. Видимо, он был кем-то предупрежден. А поскольку, как Бортслап понял, решение об аресте было принято очень быстро, он пришел к выводу, что у Яна Клейна есть сообщники либо в ближайшем окружении президента, либо в генеральной прокуратуре. Схепперс внимательно выслушал соображения Бортслапа. С тех пор, как доклер подписал ордер, прошло менее двенадцати часов. Кроме президента об аресте знали только Верви и Бортслап. Необходимо безотлагательно информировать доклерка, что в его кабинете, по-видимому, есть жучки. Схепперс попросил Бортслапу подождать за дверью, пока он сделает важный телефонный звонок, но доклерка он не застал. В секретариате сообщили, что президент о совещании, и связаться с ним может быть только во второй половине дня. Схепперс пришел к Бортслапу. Ян Клейн подождет. Хотя иллюзии насчет того, что Ян Клейн встревожится, не зная причины своего ареста, Схепперс не питал. Допрос он отложил, скорее, ради себя самого. Грядущая встреча с Яном Клейном отнять не внушала ему уверенность. Они поехали в дом Яна Клейна, расположенный, недалеко от Притории. За рулем сидел Бортслап. Схепперс устроился на заднем сиденье. Внезапно ему вспомнилась белая львица, которую они, съюдив, видели в заповеднике. Это образ Африки, думал он. Отдыхающий зверь, спокойный и недвижный, пока не поднимется, и не явит всю свою дремлющую силу. Хищный зверь, которого ранить нельзя, можно только убить, если он нападет. Схепперс смотрел в окно, размышляя о том, как теперь сложится его жизнь. Сбудется ли грандиозный план де Клерка и Нельсона Манделлы, знаменующий окончательно отступление белых? Или же начнется хаос? Бесконтрольное насилие? Чудовищная гражданская война, в которой позиции и союзники будут меняться постоянно, а конец предсказать невозможно. Апокалипсис, думал он, страшный суд, которым еще все время пытались упрятать в бутылку, как злого духа. И, наверное, этот дух отомстит, когда бутылка разобьется. Машина остановилась у ворот большой виллы Яна Клейна. Бортслабович при аресте информировал его, что имеет ордер на обыск и потребовал ключи. Ян Клейн разыграл оскорбленное достоинство и ключи дать отказался. Тогда Бортслаб сказал, что в таком случае дверь придется взломать, и, в конце концов, получил связку. Во дворе их встретили охранник и садовник. Схейперс поздоровался, сообщил, кто он, потом обвел взглядом обнесенный стеной в сад. Все словно расчерчено по линейке. И до того ухоженно, что казалось безжизнным. Вот так я и должен представлять себе Яна Клейна, — подумал он. Его жизнь расчерчена по идеологической линейке. Отклонений нет и быть не может ни в мыслях и чувствах, ни в саду. Исключение составляет его секрет. Миранда и Матильда. Они вошли в дом. Чернокожий слуга воззрился на них с удивлением. Схейперс велел ему подождать на улице, пока они осмотрят дом, и предпредить охранника и садовника, чтобы те никуда не отлучались без разрешения. Мебели в доме было немного, но стоила она дорого. Ян Клейн явно предпочитал мрамор, сталь и массивное дерево. На стенах несколько литографий, сюжеты из южноафриканской истории. А кроме того, щиты, старинные пистолеты и экташи над камином охотничьей трофеи, голова антилопы Куду с мощными изогнутыми рогами. Бортслаб осмотрел весь дом, Схейперс же, заперса в кабинете Яна Клейна. Письменный стол пустой, пустяный шкаф для документов с множеством выдвижных ящиков. Схейперс поискал сейф, но не нашел и спустился в гостиную, где Бортслаб перебирал книги в шкафу. «Где-то наверняка здесь должен быть сейф», — сказал Схейперс. Бортслаб взял ключи Яна Клейна, показал ему. «Ключа нет». Он определенно выбрал для сейфа такое место, где мы, по его расчетам, будем искать в самую последнюю очередь. Вот с этого начнем, где бы мы вряд ли стали искать. «У себя перед глазами», — сказал Бортслаб. «Лучший тайник подчас находится на самом видном месте, но, заметьте, очень трудно». «Сосредоточьтесь на поисках сейфа», — сказал Схейперс. «В книжных шкафах ничего нет». Бортслаб кивнул и поставил на полку книгу, которую держал в руке. Схейперс вернулся в кабинет. Сел за письменный стол и начал выдвигать ящики, один с другим. Прошло два часа, а ему так и не попалось ничего существенного для дознания. Бумаги сугубо частного характера, не содержащие ничего примечательного, и же относящиеся к нумизматической коллекции. К своему удивлению Схейперс обнаружил, что Клейн был председателем южноафриканского нумизматического общества, и многое дело для местных нумизматов. «Еще одно отклонение», — подумал он, — «но для расследования это значение не имеет». Бортслаб дважды тщательно обшарил весь дом, но сейфа не нашел. «Он должен быть», — сказал Схейперс. Бортслаб позвал слугу, спросил его, где находится сейф. Слуга посмотрел на него с недоумением. «Секретный шкаф», — пояснил Бортслаб. «Тайник всегда на замке». «Здесь ничего такого нет», — ответил слуга. Бортслаб с досадой отослал его. Они вознагрели поиски. Схейперс пытался обнаружить какие-нибудь несуразности в архитектуре и планировке дома, ведь южноафриканцы часто устраивали в своих домах секретные помещения, но тщетно. Бортслаб забрался на тесный чердак и осматривал его, светя себе фонариком, а Схейперс тем временем вышел на улицу и взглянул на дом снаружи. Решение пришло почти тотчас же. На доме не было дымовой трубы. Он вернулся внутрь, присел на корочке возле камина и посветил фонариком в дымоход. Сейф был вмурован в каменную кладку. Тронув ручку замка, Схейперс удивлением почувствовал, что дверца не заперта. Как раз в эту минуту сверху спустился Бортслаб. — Отлично продуманный тайник, — сказал Схейперс. Бортслаб кивнул. Он был раздосадован, что не сумел найти сейф. Схейперс сел на широкий кожаный диван возле мраморного столика. Бортслаб вышел в сад покурить. Схейперс просмотрел содержимое сейфа. Страховые полисы, несколько конвертов со старинными монетами, документ на покупку дома, десятка-два свидетельств на приобретение акций и несколько государственных облигаций. Отложив их в сторону, он взял в руки небольшой черный блокнот. Перелистал страницы. Сплошь зашифрованные записи. Мишанины имен, мест и цифровых комбинаций. Схейперс решил забрать блокнот с собой. Потребуется время, чтобы как следует во всем этом разобраться. Он положил бумаги обратно в сейф и тоже вышел в сад. И вдруг его осенило. Он подозвал к себе трех мужчин, которые сидят на корточках, наблюдали за ними. — Кто-нибудь приходил в дом со вчерашнего вечера? — спросил он. Ответил садовник. — Об этом знает только Мофо Лоло, ночной охранник. Сейчас, понятно, здесь нет. Он придет в сейм. Схейперс кивнул. — Ну что ж, он еще заглянет сюда. Они поехали обратно в Йохансбург. По дороге остановились пообедать и в четверть пятого расстались возле полицейского управления. Откладывать допрос больше нельзя. Пора побеседовать с Яном Клейном. Но прежде надо еще раз попробовать связаться с президентом Доклерком. Когда около полуночи позвонила охранник из приемной президента Доклерка, Ян Клейн удивился. Он, конечно, знал, что молодому помощнику прокурора по имени Схейперс поручено разобраться с подозрениями насчет заговора. Однако он был уверен, что изрядно опередил этого человека, который пытается идти по его следу. Теперь же он сообразил, что Схейперс куда ближе, чем он думал. Он встал и оделся. Ведь всю ночь придется провести на ногах. Судя по всему, у него есть время, по меньшей мере, до десяти утра. Схейперсу понадобится утром как минимум несколько часов, чтобы выправить все бумаги, необходимые для сдержания. До тех пор он должен убедиться, что отдал все необходимые распоряжения, и запланированная операция не под угрозой. Он спустился на кухню, заварил чаю, потом сел писать памятную записку. Сделать надо было очень много. Но он успеет. Конечно, арест — неожиданное осложнение, но он учитывал такую возможность. Ситуация досадная, но вполне преодолимая, поскольку он не мог знать, как долго Схейперс продержит его под арестом. Планировать нужно так, как если бы ему пришлось сидеть вплоть до покушения на Манделлу. Первоочередная задача сегодня ночью — повернуть события завтрашнего дня в свою пользу. Пока он будет под арестом, никто не сможет обвинить его в том, что он участвовал в каких-нибудь акциях. Он детально продумал о развитии событий и уже во втором часу ночи позвонил Францу Малану. «Одевайся и приезжай сюда». Франц Малан с просонья не сразу понял, в чем дело. Ян Клейнин назвался. «Одевайся и приезжай», — повторил он. Вопросов Франц Малан не задавал. Через час в начале третьего он уже вошел в гостиную Яна Клейну. Шторы были задернуты. Ночному охраннику, который впустил его, было под страхом немедленного увольнения запрещено говорить посторонним, кто бывал в этом доме вечерами или ночью. Ян Клейн щедро платил ему за молчание. Франц Малан нервничал. Он знал, что Ян Клейн никогда не вызвал бы его без важной причины. Он даже и сесть толком не успел, а Ян Клейн уже начал рассказывать, что случилось, что произойдет утром, что нужно организовать сегодня ночью. Услышанный только усилил и нервозность Малана. Он смекнул, что на него ляжет куда большая ответственность, чем он, собственно, рассчитывал. — Мы не знаем, как много скеперсу удалось выяснить, — сказал Ян Клейн, — но необходимо принять меры предосторожности. И самое главное — это распустить комитет и отвлечь внимание от капстада и от 12 июня. Франц Малан с удивлением смотрел на него. — Он что, серьезно? Решил свалить на него всю ответственность за исполнение? Ян Клейн видел, как он обеспокоен. — Я скоро выйду на свободу и опять возьму ответственность на себя. — Надеюсь, — это звал Смалан, — но распускать комитет — это необходимо. Схеперс, возможно, разведал гораздо больше и глубже, чем мы думаем. — Но как он докопался? Ян Клейн с досадой пожал плечами. — А как мы сами докапываемся? — Используем все свои знания, все контакты, даем взятки, угрожаем лжом и добываем информацию. Мы не останавливаемся ни перед чем. Те, кто следит за нами, тоже. К комитету нельзя собираться. Он перестает существовать. А значит, вообще его не было. Сегодня же ночью нужно всех предупредить. Но до тех пор мы должны сделать кое-что еще. — Если Схеперс знает, что мы планируем, дело на 12 июня придется дать отбой, — сказал Франс Малан, — риск слишком велик. Поздно, — ответил Ян Клейн. — И кроме того, Схеперс не уверен. Хороший след, проложенный в другом направлении, убедит его, что 12 июня в капстаде след ложный. Мы все перевернем. — Как? На завтшнем допросе у меня будет возможность внушить ему совершенно другое. Но этого вряд ли будет достаточно, разумеется. Ян Клейн достал небольшой черный блокнот. Когда он открыл его, Франс Малан увидел чистые страницы. — Я его заполню бессмыслицей, — продолжал Ян Клейн. — Но кое-где помечу места и даты. Все такие записи, кроме одной, будут зачеркнуты. А это одна отнюдь не капстад и не 12 июня. Блокнот я оставлю в сейфе. А сейф запирать не стану, будто в спешке вытаскивал бумаги, чтобы сжечь. Франс Малан кивнул. — Что ж, пожалуй, Ян Клейн прав. Наверное, удастся проложить ложный след и избить их с толку. — Секоси и цыки возвращаются домой, — сказал Ян Клейн, вручая Франсу Малану конверт. — Ты встречешь его, отвезешь в Хаманскраль и за день до 12 июня дашь последние инструкции. Все, что нужно сделать, указано здесь, в этом конверте. Прочитай прямо сейчас и скажи, если что непонятно. Потом начнем звонить. Пока Франс Малан читал инструкции, Ян Клейн заполнял черный блокнот бессмысленными комбинациями слов и цифр. Он пользовался разными ручками, чтобы создать впечатление, будто записи, сделанные в разное время. На миг задумался, потом написал Дурбан. Треть июля. Он знал, что третьего июля АНК намечает в этом городе важную встречу. Таков был ложный след, на который, как он надеялся, клюнец Хейбертс. Франс Малан отложил бумаги. — Вопросы есть? — Нет. Они начали обзванивать членов комитета. В доме Яна Клейна были три разные телефонные линии, и звонки полетели в разные концы ЮАР. Заспанные люди снимали трубку и тотчас забывали про сон. Некоторые нервничали, услышав, в чем дело, другие лишь кое-что записывали. Одни больше не ложились уже спать, другие поворачивались на другой бок и благополучно засыпали. Комитет был распущен, его вообще никогда не существовало, ибо он бесследно исчез, остались только слухи о нем. Но можно было легко и быстро его воссоздать. В данный момент он не был нужен, более того, опасен. Однако готовность к тому, что члены комитета полагали единственным выходом для будущего ЮАР, была по-прежнему в силе. Эти беспощадные люди не ведали покоя. Их беспощадность была реальна, но сама их идея коренилась в иллюзиях, лжи и фанатическом отчаянии, а многих из них обревала только ненависть. Еще ночью Франс Малн уехал домой. Ян Клейн прибрал в доме, оставив сейф открытым. В половине пятого утра он лег спать, размышляя о том, кто же снабдил Схепперса всей этой информацией. Его не оставляло неприятное ощущение, что он чего-то не понимает. Кто-то предал его, но он не мог понять, кто именно. Схепперс открыл дверь помещения для допросов. Ян Клейн сидел на стуле у стены с улыбкой, глядя на него. Схепперс решил держаться вежливо и корректно. Перед этим он целый час изучал черный блокнот и по-прежнему сомневался, что покушение на Манделу действительно перенесено в Дурбан. Он пытался взвесить все за и против, но так не пришел к однозначному выводу. Надежда, что Ян Клейн скажет ему правду, он не питал. Возможно, удастся выйти из него какую-нибудь подсказку. Схепперс сел напротив Яна Клейна. Да, перед ним сидит сейчас отец Матильды. Он знает его секрет, но воспользоваться им он никак не сможет. Нельзя подвергать женщин такому риску. Они и не вправе держать Яна Клейна под арестом сколь угодно долго. Он и сейчас выглядит так, будто готов в любую минуту уйти из-под стражи. Вошел секретарь, сел за столик поудр. — Ян Клейн, — сказал Схепперс, — вы задержаны по серьезному подозрению в участии и, возможно, в организации подрывной антигосударственной деятельности, а также подготовке убийства. Что можете сказать по этому поводу? По-прежнему с улыбкой Ян Клейн ответил. — Я не намерен отвечать на вопросы, пока рядом со мной не будет адвоката. На мгновение Схепперс смешался. Нормальная процедура предусматривала, чтобы тотчас была представлена возможность связаться с адвокатом. — Все сделано правильно, — сказал Ян Клейн, словно угадав неуверенность Схепперса. — Просто адвокат еще не прибыл. — Мы можем начать с анкетных данных, — сказал Схепперс. — Для этого присутствия адвоката необязательно. — Разумеется. Записав анкетные данные, Схепперс вышел и распорядил, чтобы его вызвали, как только появится адвокат. Войдя в прокурорскую комнату, он почувствовал, что взмок отпутом. — Невозмутимое превосходство! — Яна Клейна пугала его. — Как он только мог так равнодушно отнестись к обвинениям, которые, если они будут доказаны, грозят ему смертным приговором? Он вновь засомневался, сумеет ли провести допрос так, как надо, может быть, обратиться к Вервию и предложить, чтобы Яна Клейна допросил бы ли искушенный в допросах чиновник. Но он прекрасно понимает. — Вервей ожидает, что он справится с возложенной на него задачей. Вервей ничего дважды не повторял. Если он выкажет слабость, шансы сделать карьеру резко уменьшатся. Схеппер снял пиджак, ополоснул лицо холодной водой, потом еще раз просмотрел вопросы, которые намеревался задать. В конце концов он сумел дозвониться до президента и коротко изложил свои подозрения насчет жучков в его кабинете. Доклеркс слушал, не перебивая. — Я распоряжусь насчет проверки, — сказал он, когда Схепперс умолкнул. На этом разговор закончился. Лишь около шести Схепперсу доложили, что адвокат прибыл, и он сразу же вернулся в помещение для запросов. Адвокат сидел рядом с Яном Клейном, мужчина лет сорока, фамилия Критцингер. Они сдержанно пожали друг другу руку. Схепперс тотчас понял, что Критцингер и Ян Клейн давно знакомы. Возможно, Критцингер опоздал нарочно, чтобы дать Яну Клейну передышку и заодно позлить допрашивающего. Впрочем, на Схепперса эта мысль произвела обратный эффект. Он вдруг совершенно успокоился. Все сомнения последних часов, как ветром сдуло. — Я задержался в связи с арестом, — сказал Критцингер, — по очень серьезному обвинению. — Угроза национальной безопасности тоже весьма серьезное обвинение, — заметил Схепперс. — Мой клиент категорически отрицает эти обвинения. Я требую, чтобы они медленно освободили. Какая нелепость задерживать человека, который в своей повседневной работе как раз защищает национальную безопасность. — Вопросы здесь задаю я, — сказал Схепперс, — и отвечать будет ваш клиент, а не я. Он заглянул в свои бумаги. — Знакомы ли вы с Францем Маланом? — Да, — не раздумывая, — ответил Ян Клейн. — Он работает в том секторе военной разведки, который занимается совершенно секретными материалами по безопасности. — Когда вы видели его последний раз? — В связи с террористическим актом, совершенным в ресторане недалеко от Дурмана. Нас обоих пригласили помочь в расследовании. — Известно ли вам о тайной бурской организации, которая носит название «Комитет»? — Нет. — Вы уверены? — Мой клиент уже ответил, — запротестовал Критцингер. — Я имею полное право задать вопрос повторно, — резко бросил Схепперс. — Никакой комитет мне неизвестен, — ответил Ян Клейн. — У нас есть основания полагать, что этот комитет планирует убийство одного из лидеров черных африканцев, — сказал Схепперс. — Упомянуты различные места и даты. Вам это известно? — Нет. Схепперс вынул черный блокнот. — Сегодня при обыске вашего дома полиция обнаружила этот блокнот. Вы узнаете его? — Конечно. — Это мой блокнот. — Среди записей упоминаются различные даты и места. Вы можете сказать, что они означают? — Что они означают? — Ян Клейн посмотрел на адвоката. — Это сугубо личные записи дни рождения, встречи с друзьями. — Что за дело у вас в Капстаде 12 июня? Ян Клейн даже бровью не повел. — Да ничего особенного. Я просто собирался съездить туда и повидать коллегу-нумизмата, но встреча отпала. — Он по-прежнему совершенно спокоен, — подумал Схепперс. — А что вы скажете о Дурбане 3 июля? — Ничего. — Ничего. — Ян Клейн повернулся к адвокату и что-то ему шепнул. — Мой клиент не желает отвечать на вопросы личного свойства, — сказал Критсенгер. — Личного свойства или нет? — Я хочу услышать ответ, — сказал Схепперс. — Просто безумие какое-то, — сказал Ян Клейн, устал разведя руками. Схепперс вдруг заметил, что на лбу у Яна Клейна выступил пот, а рука на столе регонько дрожит. — До сих пор вы задавали вопросы совершенно не по существу. — Сказал Критсенгер. — Очень скоро я потребую закончить допрос и немедля освободить моего клиента. — Когда речь идет об угрозе национальной безопасности, полиция и прокуратура имеют большие полномочия, — заметил Схепперс. — Прошу вас ответить на вопрос. — У меня в Дурбане есть женщина, — сказал Ян Клейн, — поскольку она замужем, мы встречаемся тайно. — Вы регулярно видитесь с ней? — Да. — Как ее имя? — Ян Клейн и Критсенгер запредставили одновременно. — Ну что ж, пока я не буду настаивать, — сказал Схепперс. — Мы еще к этому вернемся. — Но, коль скоро вы встречаетесь с ней регулярно, да еще и помечаете в блокноте предстоящие встречи, почему Дурбан упомянут здесь лишь однажды. — За год я исписываю, как будто бы минимум десяток блокнотов, — ответил Ян Клейн, — а старые выбрасываю или сжигаю. — Где вы их сжигаете? Ян Клейн будто бы опять успокоился. — В умывальном-то зуэли туалете. Как вам известно, у моего камина нет дымохода. Прежние владельцы его замуровали, а у меня руки не дошли расчистить. Допрос продолжался. Схепперс вернулся к вопросам о комитете, но ответ был один и тот же. Критсенгер периодически протестовал. Часа через три Схепперс решил закончить допрос. Встал и коротко сообщил, что Ян Клейн останется под арестом. Критсенгер не на шутку разозлился. Но Схепперс осадил его. Закон позволял прокурору сдержать Яна Клейна по меньшей мере еще на сутки. Уже свечерело, когда Схепперс поехал на доклад к Вервию, который обещал ждать его в прокуратуре. Пустыми коридорами Схепперс поспешил к начальнику. Вервия дремал, сидя в кресле. Схепперс постучал и вошел. Вервия открыл глаза, посмотрел на него. Схепперс сел. Ян Клейн не сознался. Ни в том, что знает о заговоре, ни в подготовке к покушению. И, по-моему, не сознается. К тому же у нас нет прямых доказательств его участия во всем этом. Обзаг дал одну единственную интересную находку. В его сейфе лежал блокнот, где записаны различные даты и места. Все зачеркнуты, кроме одного. — Дурбан, 3 июля. Мы знаем, в этот день там выступает Нальсон Мандела. Дата, на которой мы ориентировались до сих пор, капстат 12 июня, в блокноте зачеркнута. Вервия резко выпрямился и попросил блокнот, который лежал у Схепперс в портфеле. Перелистал страницы, направив на них настольную лампу. — Как он это объяснил? — спросил генеральный прокурор, закончив просмотр. — Сказал, что помечал встречи. В Дурбане у него якобы роман с замужней женщиной. Завтра с этого и начните. Он отказывается назвать ее имя. Скажите, что он останется под арестом, если не ответит. Схепперс посмотрел на Вервия с удивлением. — А это возможно? — Мой юный друг, — сказал Вервий. — Все возможно, когда ты генеральный прокурор и так стар, как я. Не забывайте. Человек вроде Яна Клейна знает, как замести следы. Таких побеждают в борьбе, причем на раз, и с сомнительными способами. Хотя мне показалось, что несколько раз он терял уверенность, медленно проговорил Скепперс. — Как бы там ни было. Он прекрасно знает, что мы наступаем ему на пятки, — сказал Вервий. — Прижмите его хорошенько завтра. — Одни и те же вопросы, снова и снова, под разным углом, но в одно и то же место, все время в одно и то же место, — Скепперс кивнул. — Да, вот еще что сказал он. — Комиссар Бортслаб, непосредственно производивший арест, говорит, что у него сложилось твердое впечатление, что Клейна предупредили. Хотя о предстоящем аресте знали всего несколько человек. Вервий долго молча смотрел на него. — В стране идет война. — Уши есть повсюду, человеческие и электронные. Раскрыть секрет зачастую самое действенное оружие. Не забывайте об этом. Разговор закончился. Скепперс вышел из кабинета. На лестнице остановился и полной грудью вдохнул свежий воздух. Он очень устал. Потом пришел к машине, собираясь ехать домой. Когда он отпирал дверцу, из стеноты вынырнул один из охранников автостоянки. — Вам оставили и вот это, — сказал он, протягивая Скепперсу конверт. — Кто? — Чернокожий мужчина, — ответил охранник. Но он не назвал своего имени, только повторил, что это очень важно. Скепперс осторожно взял в руки конверт. Тонкие бомбы в нем наверняка нет. Он кивнул охраннику и сел за руль, потом вскрыл конверт и прочитал записку. — Киллер, вероятно, чернокожий по имени Виктор Мабаша и подпись Стив. Сердцу Скепперса учащенно забилось. Наконец-то! Он поехал прямо домой. Юдив ждала его с ужином. Но прежде чем сесть за стол, Скепперс позвонил на квартиру комиссару Бортслапу. — Виктор Мабаша, — сказал он. — Вам знакомо это имя? Бортслап на минутку задумался, потом ответил. — Нет. — Проверьте завтра утром ваши картотеки и добудьте всю информацию об этом человеке. Виктор Мабаша, чернокожий. Вероятно, и есть тот киллер, которого мы ищем. — Вам удалось расколоть Яна Клейна? — удивился Бортслап. — Нет. — Откуда у меня эти сведения в данный момент значения не имеют? — Скепперс положил трубку. — Виктор Мабаша, — думал он, садясь к столу, — если это ты, нам нужно остановить тебя, пока не поздно. Глава тридцать вторая Именно в этот день в Кальмаре Курт Валандер начал понимать, как скверно он себя чувствует. Позднее, когда убийство Луизо Акерблум и весь последующий кошмар уже отступили назад, казались нереальными, жутким спектаклем, разыгравшимся, идет далеко. Он будет упорно твердить, что только увидев на мосту Элан Сбру, мертвые глаза и горящие волосы Коноваленко, он осознал, что творится у него на душе. Такова была отправная точка, и он не менял ее, хотя образы памяти и мучительные переживания приходили и уходили, как изменчивые узоры в калейдоскопе. В Кальмаре он потерял над собой власть. Дочери он сказал, что тогда словно бы начался обратный отчет, в конце которого была одна только пустота. Истатский врач, он занялся Валандером в середине июня, пытаясь справиться с его растущей депрессией, записал в своем журнале, что, по словам пациента, депрессия начала за чашкой кофе в полицейском управлении Кальмара, когда на мосту горел человек. И так Валандер сидел в полицейском управлении Кальмара и пил кофе, усталый и очень подавленный. Тем, кто его видел в эти полчаса, когда он сидел над своей чашкой, казалось, что он в прострации совершенно недоступен для общения, или, может быть, он просто глубоко задумался. Как бы там ни было, никто к нему не подошел, не составил компанию, не спросил о самочувствии. Истатский полицейский внушал почтение и робость. Его просто оставили в покое. Между тем, кто на мосту ликвидировали затор, а в полиции без передышки трезвонил телефон, газетчики, радио и телепортеры обрывали линию. Через полчаса Валандер неожиданно встал и просил отвезти его желтый вина — Хемансвеген. Когда автомобиль ехал по мосту, где все еще дымился Мерседес Коноваленко, он смотрел прямо перед собой. Зато на вилле тотчас стал командовать, даже не думая о том, что до знания ведет следователь кальмарской полиции по имени Бломстрант. Однако никто ему не препятствовал. И в ближайшие часы он развел небывалую энергию. И словно забыл про Коноваленко. Его интересовали два обстоятельства. Во-первых, кто владелец этого дома. Во-вторых, он непрерывно твердил, что Коноваленко был не один. Приказал опросить жителей соседних домов связаться с таксистами и водителями автобусов. Коноваленко был не один, твердил он снова и снова. Кто был этот его спутник? Мужчина или женщина, который теперь бесследно исчез? Как выяснилось, все его вопросы пока оставались без ответа. Управление недвижимости и соседи давали крайне противоречивые сведения о владельцах желтой виллы. Лет десять назад тогдашний хозяин, вдовец фамилии Яльмарсон, хранитель государственного архива, скончался. Его сын, который жил в Бразилии, представляя там, по словам некоторых соседей, какую-то шведскую фирму, даже на похорон не приехал. Для обитателей Хемансвегина это было весьма беспокойное время, если верить тогдашнему начальнику отдела губернского совета в Крунберге, а ныне пенсионеру, который сделал заявление от лица всех соседей. Поэтому они облегченно вздохнули, когда табличка, а продажа вилла исчезла и прикатил трейлер с имуществом отставного офицера-резервиста. Сущие ископаемые, майор Сконский, гусар, немыслимый реликт минувшего века, звали его Густав Эрнберг, и общался он с окружающим миром дружелюбно и громогласно. Однако же все опять встревожились, когда выяснилось, что большей частью Эрнберг жил в Испании, где лечился от травматизма. На вилле выдворился его 35-летний внук, человек нахальный и бессовестный, который вовсе не заботился о соблюдении общепринятых норм поведения. Об этом Хансе Эрнберге было известно только, что он занимался предпринимательством и появлялся здесь как бы налетами, в обществе весьма странных знакомых. Полиция точно начала разыскивать Ханса Эрнберга, и к двум часам дня устроила его местонахождение. Это была некая гетеборгская контора. Валандер лично говорил с ним по телефону. Сперва Эрнберг прикинулся, будто ничегошеньки не понимает. Но Валандер, который в этот день был совершенно не в настроении вести долгие разговоры и вытягивать правду клещами, пригрозил, что им займется гетеборгская полиция. Да еще намекнул, что все станет достоянием прессы. Посреди разговора один из кальморских полицейских сунул Валандеру под назаписку. Ханса Эрнберга проверили по регистрационным файлам и обнаружили, что он тесно связан со шведскими неонацистами. Секунду-другую Валандер смотрел на записку, как сообразил, какой вопрос необходимо задать человеку на другом конце линии. — Вы можете мне сказать, каково ваше мнение о ЮАР? — спросил он. — Не понимаю, при чем тут это? — отозвался Ханс Эрнберг. — Отвечайте на вопрос, — нетерпеливо сказал Валандер, иначе звоню коллегам из Гетеборга. Короткая пауза. И Ханс Эрнберг ответил. — Я считаю ЮАР одной из самых преуспевающих стран на свете и полагаю своим долгом оказывать всю возможную поддержку тамошнему белому населению. — И эту поддержку вы оказываете, сдавая свой дом русским бандитам, которые работают на южноафриканцев? На сей раз Ханс Эрнберг искренне удивился. — Я не понимаю, о чем вы. — Вы отлично понимаете. А теперь ответьте на другой вопрос. — Кто из ваших друзей имел доступ в дом за последнюю неделю? — Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать. — Малейшая неясность я потребую, чтобы Гетеборгская прокуратура немедленно вас задержала. И поверьте, я не шучу. — Уве Вестерберг, — ответил Ханс Эрнберг, — мой старый приятель, у него тут строительная фирма. Веландер потребовал адрес и получил его. Жуткая неразбериха. Впрочем, четкие действия нескольких следователей Гетеборгской полиции внесли некоторую ясность в события, происходившие в последние дни на Желтой вилле. — Уве Вестерберг. Оказался таким же поклонником ЮАРКа Ханс Эрнберг. Неделю назад через третьих лиц, точную связь между которыми устроить не удалось, к нему поступил запрос. Нельзя ли предоставить дом в распоряжении южноафриканских гостей за хорошую плату? Поскольку Ханс Эрнберг был тогда за границей, Уве Вестерберг его не информировал. Веландер догадывалась, что и деньги даже осели в карманах Вестерберга. Но кто были эти южноафриканцы? Вестерберг понятия не имел. Он даже не знал, были они на вилле или нет. Больше в этот день Валандер ничего выяснить не сумел. Пусть кальморская полиция сама раскапывает связи между шведскими неонацистами и южноафриканскими поборниками апартеида. Кто именно был вместе с Коноваленко в желтой вилле, оставалось по-прежнему неясно.